Янус, Арчон и остальные прекратили свое действие. Какая их удача, чтобы нарваться на этих двух безумцев? Несмотря на их ненависть и злобу, они не имели выбора, кроме как терпеть. Чего ты хочешь? Янус сказал двум из них. Это был первый раз, когда он был унижен до такой степени двумя студентами. Как только Арфан будет спасен, он, конечно, убедится в том, чтобы Циньвентиня и Фенли умерли ужасной смертью. Вы должны спросить моего босса, я просто низкая личность. Толстяк улыбнулся, бросая взгляд на Циньвентиня. Как только зрители услышали слова жирные, они широко закатили глаза. Этот жирный был очень низкого класса. Фенли остановился очень злым, когда он думал о том, что произошло темном лесу, и таким образом он ничего не скрывал в своем выборе, чтобы отомстить. Но естественно, Фенли было ясно, что источником всего этого был Циньвентянь. Он и Циньвентянь оба стояли плечом к плечу на арене, перед предстоящей бурей в унисон, но все-таки он в конечном счете решил дать Циньвентяню право принять окончательное решение. Жирный был низкопрофильным, но он, конечно, не трус. Для него, чтобы стоять на его нынешнем месте было достаточно, чтобы показать, что неважно, какое решение Циньвентянь сделает, он будет готов терпеть любые последующие реакции. Этот толстяк был бессовестным, но он действительно верный. Луахуан была умная женщина, и увидев разворачивающийся сценарий, она обнаружила, что аналогичный ей по душе Циньвентянь. Ей также понравился низкопрофильный, бессовестный, жирный. Жирный, как ты думаешь, что, если мы отпустим Арфана, Арчон извинится перед нами и даст нам уйти? Циньвентянь смеялся, как он бросил взгляд на Фенли. Нет, Фенли покачал головой. Ранее в темный лес он уже хотел убить нас. Теперь, я думаю, что он хочет убить нас еще больше. Даже если мы будем падать на колени и молить о пощаде, ничего не изменится. Я думаю, что ты прав. Циньвентянь тихо пробормотал, заставляя выражение Арчона и Януса, в свою очередь, стать еще более гадким. Разговор между Циньвентянем и Фенли полностью игнорировал их присутствие, показывая, что они не имели намерения щадить Арфана. Его взгляд пронесся по толпе, перед тем, как нашел Мошанга, и он с улыбкой спросил. Учитель Мошанг, у меня есть несколько вопросов, чтобы спросить. Задавай. Мошанг ответил. Если бы у вас не было обиды к конкретному человеку, и все же этот человек хочет вас убить, и не только этому человеку почти удалось, если бы этот человек был в ваших руках, что бы вы сделали? Циньвентянь спросил. Я убью его. Мошанг ответил. Но его клан обладает огромной силой. Циньвентянь добавил. Даже если я не убью его, власть его клана станется до сих пор такой же великой. Мошанг ответил. Мошанг. Янус взревел от ярости, как он не мог понять намерения, скрытые в их разговоре. Мошанг явно подстрекал Циньвентяня, позволяя ему делать все, что угодно. Это все поняли. Должно быть, Арфан, хотел убить Циньвентяне и Фенли, и таким образом сегодня, несмотря ни на что, они должны были появиться на сцене и настигнуть Арфана. Даже если бы они бросали вызов авторитету Императорской Звездной Академии. Предыдущий разговор, который произошел ранее между Жирным и Циньвентяним, был давно поставлен. Убить или не убить? Результат был все тот же. Так зачем стесняться, просто убить его? Теперь после разговора между Мошангом и Циньвентяним было ясно. Он спрашивал мнение у Мошанга, скрывая свое намерение, но, естественно, эти слова были понятны зрителям. Независимо от того, убьет он Арфана или нет, сила его клана не изменится, и они наверняка справятся с Циньвентяним. Несомненно, Циньвентяню нет никакой разницы, убьет ли он Арфана или нет. Мошанг железное правило Императорской Звездной Академии говорит, что ученикам запрещено убивать других на территории Академии. Вы также должны знать это правило. Если это правило нарушено, дисциплинарный комитет, безусловно, будет действовать. Тон Януса был наполнен сильным намерением. Мошанг он на самом деле решился подговорить Циньвентяня. Циньвентянь. Мошант бросил взгляд на Циньвентяня, как он продолжил. В истории Императорской Звездной Академии, было три случая, когда студенты убивали других на территории Академии. В одном из случаев, этот студент был приговорен к смерти. Во втором случае, студент, который нарушил правило, находился в заключении в общей сложности 50 лет. После этого, он поклялся не выходить из Императорской Звездной Академии, и готов был стать коллективом школы. Голос Мошанга прозвучал торжественно. Железное правило Императорской Звездной Академии было слишком строгим. На территории Академии, летальных исходов не допускается. В противном случае, последствия будут слишком серьезными. И именно потому, что это железное правило, никто не смел безобразничать в Императорской Звездной Академии. А как насчет триго случая? Циньвентянь спросил. Если это действительно был путь к смерти, почему тогда Мошанг еще не договорил? Как до последнего случая, студент, который убил других, в конце концов стал нынешний патриарх Императорской Звездной Академии. Спокойный голос Мошанга заставил зрителей успокоиться. Они знали, как строго железное правило Императорской Звездной Академии, особенно за убийство студента из одной школы в пределах территории Академии. Однако, немногие знали, что нынешний патриарх Императорской Звездной Академии, некогда сломал это железное правило. Цинь Винь Тянь непрерывно смотрел на Мошанга, но он не спрашивал, потому что он уже понял. Три студента, три разные судьбы. Один умер, другой стал сотрудником Академии, и последний стал главой. Три разные судьбы, потому что каждый из трех имел разную ценность для Академии. Из учащихся Императорской Звездной Академии, многие превозносились. Они пришли из разных мест, все с выдающимися талантами и самоуверенные. Однако в школе, неважно, с какие вы высокомерные или, как вы горды, единственное, что имело значение, есть ли у вас право для гордости, есть ли у тебя потенциал, чтобы быть высокомерным. Для гениев, гордость была их уверенностью в себе. Для бесполезных второсортных талантов, гордость была их могилой. В этом мире, кроме родства, никому не было дела до чужой жизни. Если вы хотите, чтобы другие помогли вам, вы должны сначала доказать, что вы можете дать взамен. Цинь Винь Тянь уже понял эту логику еще когда он был в Ассоциации Звездной Реки. Потому что Цинь Винь Тянь не согласилась на его предложение, Мурин решил предать его, принимая предложение клана Е. Это реальность, и это чистая правда. И теперь, Цинь Винь Тянь был перед выбором еще раз. Независимо от убьет ли он Арфана или нет, подразделение клана, и Арчон, конечно, хотят, чтобы он умер, поэтому нет необходимости принимать их во внимание. Единственное, что останавливало Цинь Винь Тяня, было отношение Императорской Звездной Академии. Цинь Винь Тянь склонил голову и уставился на Арчона, как блестящая улыбка показалась на его лице. Ответ уже может быть замечен в его ясных глазах. В небесном городе Гармонии он был доведен до отчаяния кланом Е. После того, как он прибыл в королевскую столицу, Янус сделал трудности для него, и Арфан даже хотел убить его. Очевидно его враги это клан Е, подразделение клана, а может даже и клан Страны Чу, который обладал неограниченной власти, королевский клана. В этот раз, если он решит терпеть это и пощадит Арфана, клан Е и подразделение клана будут рассматривать это как признак слабости, и будут продолжать ухудшать ему жизнь. Следовательно, излишне говорить, что ответ был очень простой. Примечание Клан Арфана и Арчона известен, как подразделение клана. Глава 47 Убить Бесчисленные взгляды были зациклены на Циньвентяне, какое решение он примет. Гул Арчон не попытался замаскировать убийственное намерение у него к Циньвентиню, как длинное копье в его руках начало испускать страшный свет. Глядя на улыбку на лице Циньвентеня, чувство беспокойства наполняло его сердце. Может быть, это Циньвентянь отважился убить Арфана? Отпусти его! Тон голоса Арчона был наполнен сильным холодом. Глядя на холодное лицо Арчона, Циньвентянь чувствовал себя чрезвычайно спокойно, как он продолжил. Даже когда дела дошло до такого этапа, ты по-прежнему отказываешься отложить в сторону твою так называемую гордость. Тот взгляд, что ты смотрел на меня, он все тот же, как раньше. Кажется, что смерть Арфана не беспокоит тебя. Когда он закончил говорить, кулак Циньвентеня начал светиться ярким светом. В этот момент сердца всех зрителей напряглись. Если ты посмеешь убить его, я гарантирую, что твоя судьба не будет, как у третьего человека. Ты наверняка испытаешь такое же окончание, как первый. Яну смотрел на Циньвентеня. Третий человек пошел дальше и стал патриархом Императорской Звездной Академии, в то время как первый человек был казнен Императорской Звездной Академией. Возможно, это так, но даже если я его не убью в Королевской Столице, я до сих пор никуда не смогу сбежать. Улыбка Циньвентеня осталась прежней. Первому человеку выпала такая судьба, потому что он не нужен был Императорской Звездной Академии. Поскольку это так, то как он мог иметь прочную основу в Королевской Столице? Опустив голову, Циньвентянь взглянул на Арфана. Арфан тоже на него посмотрел. В этот раз, когда он видел взгляд Циньвентеня, Арфан почувствовал настоящий ужас. Твоя жизнь и смерть в моих руках, но никто не готов снижать свою гордость за тебя. Если ты должен ненавидеть, так точно не стоит меня. Циньвентянь спокойно заявил, заставляя тело Арфана яростно дрожать. Слова Циньвентеня были сродни объявлению о его смерти. Это было правильно, учитывая, что он несколько раз хотел убить Циньвентеня. Несложно ожидать, что Циньвентянь тоже хотел убить его. Однако, ни его брат, ни Янус не были никого, кто был готов опустить голову и просить пощады. Это заставило его почувствовать трагическую печаль. Он всегда уважал брата, но он угрожал Циньвентеню с его гордость, даже когда жизнь Арфана была на волоске. Циньвентянь поднял свой небесный молот, использовал нисходящий кулак дракона и яростно грохнул вниз, как раздался драконий рев лазурного дракона. Я сожалею об этом. Арфан взвыл от ярости и депрессии, прежде чем его тело взорвалось. Единственный звук, оставшийся после этого, было эхо его нежелания, полили в воздух, не желая быть рассеянными. Было так тихо, что можно было бы услышать, как падает булавка. Циньвентянь в тот момент стал четвертым человеком в истории Императорской звездной академии, который нарушил железные правила. Пульс Мошанга, Луахуан, и остальных, дико забился. Циньвентянь на самом деле решил убить Арфана перед таким количеством людей. Зрители все втянул в себя огромный глоток. Императорская звездная академия просто производит двух демонов. Глаза Арчона стали излучать экстремальный холод, когда он подошел к Циньвентяню. Гнев и убийственная аура ощущалась, исходила от его тела. Арчон. Янус закричал, заставляя Арчона прекратить его действия. Он не хотел ничего больше, чем проткнуть мозги Циньвентяня его длинным копьем. Циньвентянь уже нарушил огромное табу Императорской звездой академии, став четвертым человеком, что разорвал железные правила. Арчон не мог быть пятым. Если он все-таки станет пятым, даже если он отомстит за смерть Арфана, он не хотел копать себе землю. Императорская звездная академия славилась тем, что игнорировала социальный статус и авторитет, когда дело доходило до определения дисциплины. Убить своего коллегу в товарища на конкурсе Императорской звездной академии. Вы первый с таким дерзким и сложным авторитетом в академии. Янус осмотрел в глаза Циньвентяня, как будто он смотрел на мертвое животное. Я, Янус, имеющий статус старейшины академии, смиренно прошу запрос дисциплинарного комитета. Пожалуйста, позвольте Арчону убить Циньвентяня, чтобы отомстить за смерть своего брата. Янус сказал, и вскоре после, несколько силуэтов вскочил наверх арены. Эти люди были не кто иные, как студенты, входящие в состав дисциплинарного комитета. Все они появились на сцене, используя свое присутствие, как давление на Циньвентяня. За этими силуэтами, немолодая фигура медленно пробиралась вверх. Появился тысячеруки старейшина, отвечающий за дисциплинарный комитет. Его взгляд был невыразительным, как он бросил его на Циньвентяня. В темном лесе, во время учений, Арфан пытался убить Циньвентяня бесчисленное количество раз. Поэтому они оба пытались искать свою месть с Арфаном. Я, Мошанг, умоляю дисциплинарного старейшину с милостивица. Я готов принять Циньвентяня личным учеником. Мошанг сделал шаг вперед, когда он подходил к арене. Янус хотел смерти Циньвентяня, в то время как Мошанг хотел защитить Циньвентяня. Циньвентяня, тысячеруки старейшина, Мошанг подстрекал Циньвентяня убить его же товарища. И мы позволим этому зверю разгуливать на свободе. Сегодня я настоятельно прошу дисциплинарный комитет наказать Мошанга вместо этого. Янус шагнул вперед, как глазами испепелял Мошага. Все старшие ученики Императорской Звездной Академии знали, что Янус и Мошанг принадлежали к двум разным фракциям, похожие на воду и огонь. Сценарий что происходит, был ожидаем, что теперь остается, так это, как дисциплинарный комитет решит справиться с этой ситуацией. Циньвентянь, признаете ли вы себя виновным в убийстве Арфана в рейтинговом конкурсе? Тысячеруки старейшина проигнорировал слова как Януса, так и Мошанга, и задал этот вопрос, глядя на Циньвентяня с холодным блеском в глазах. Члены дисциплинарного комитета окружили Циньвентяня. Глядя на эту ситуацию, сердца зрителей дрожали. Казалось, что дисциплинарный комитет не намерен щадить Циньвентяня. Арфан пытался убить меня в темном лесу. Будет ли дисциплинарный комитет расследовать и искать справедливость для меня? Циньвентянь спросили, как он смотрел на Тысячерукова старейшину. Неа, Тысячеруки старейшина ответил. Неужели дисциплинарный комитет не может быть обеспокоен, что случилось со мной, за что я отомстил? Циньвентянь спросил, не уступая ни на йоту. Этот парень, гора, который был на зрительских трибунах, был ошарашен. Почему Циньвентянь по-прежнему не двигается с места ни на дюйм, конфликтуя напрямую с дисциплинарным комитетом? Я смиренно умоляю дисциплинарный комитет основа, пусть Арчон убьет этого парня, позволив ему право мести за брата. Тысячеруки молчал на мгновение, прежде чем махнуть руками, сигнализируя студентам дисциплинарного комитета, чтобы ушли, оставив Арчона в одиночку против Циньвентяня. Тысячеруки старейшина, если дисциплинарный комитет принимает решение Януса, то боюсь, что мне придется вмешиваться. Мошанг решительно шагнул вперед, не отступая. Мошанг, вы смеете вмешиваться в дисциплинарный комитет? Янус холодно усмехнулся, как он посмотрел в бок на Мошанга. Арчон испускал смертельное намерение, медленно шагая к Циньвентяню. Студенты Януса и Мошанга с Циньвентянем как эпицентр появились на арене, стоя друг напротив друга. Ветер от этого переполоха дул все сильнее и сильнее. В этот момент, в центре бушующего тайфуна, астральный свет замерцал на лбу Циньвентяня, как он выпустил его астральную душу. Несравнимо ослепительный блеск золотого ореола означал, что его астральная душа сконденсировалась как минимум с трием небесным слоем. Этот сценарий заставил глаза тысячерукава старейшины сузиться. Он не был ознакомлен на Циньвентяне, и таким образом он понятия не имел, что первая астральная душа Циньвентяня была конденсирована с трием небесным слоем. Примечание. Из-за последствия техники игл, они все еще думают, что его первая астральная душа была сжата до триго небесного слоя. Три и краткая небесный слой, что это за парень? Неудивительно, что Мошанг хочет защитить его. Увидев Циньвентяня, выпускающего свою астральную душу, многие люди считали, что становится только более интересней. Императорская звездная академия собиралась казнить талант, который конденсировал астральную душу с три небесным слоем. Следы раздумья можно было увидеть в глазах тысячерукава старейшины. Этот парень Циньвентянь был очень гордым, но, несмотря на это, действительно есть возможность гордиться. Тысячеруки старейшина должен разобраться с ним. Арчон, сделай свой ход. Янус закричал. Почти сразу Арчон бросился к Циньвентяню, а Янус блокировал Мошанга. Гора шагнул вперед, выпуская его астральную душу. Вся его личность, казалось, стала огромной сплошной стеной перед Циньвентянем, когда он ударил кулаком, как проекция тяжелой горы, содержащей безграничную мощь ударила к Арчону. Катись! Арчон крикнул в ярости, как его длинное копье светилось астральным светом, как тени. Несколько бешеных питонов ударили вперед, разрушая проекцию тяжелой горы. Лицо горы изменилось. Давление, которое было испущено Арчоном, заставило его отступить. Хотя Арчон был высокомерным, в Императорской Звездной Академии, он действительно может рассматриваться как сильный культиватор. Тысячеруки старейшина, был еще в самый разгар наблюдения и размышления. В этот момент, Циньвентянь был еще несравнимо спокойным. Поскольку он не хотел быть гонимым кланом Е, оставался только один способ. Ему придется продемонстрировать свою истинную ценность в глазах этой арене. Свет засиял еще ярче, когда вторая астральная душа Циньвентяня был выпущена. Кроме астральной души небесного молота, появилась астральная душа грез. Тысячеруки старейшина склонил голову, глядя на вторую астральную душу Циньвентяня. В следующее мгновение, его взгляд напрягся, и его лицо окаменело. Цвет венчика этой астральной души, был на самом деле чисто золотым. Над астральной душой грез крутился чисто золотистый нимб. Тысячеруки старейшина был очень сильным культиватором области Юяньфу и был старшим во главе дисциплинарного комитета. Но за всю свою жизнь он бы никогда не предполагал, что он будет свидетелем чисто золотой короны над астральной душой 16-летнего юноши. Но сегодня он стал свидетелем этого. Не только он один, все остальные тоже. И когда астральная душа грез, которая обладала чисто золотой короной, была выпущена, в то мгновение, дело об убийстве Циньвентяня потеряли все свое значение. Пристальный взгляд приземлился на двою астральную душу, что Циньвентяня освободил. Выражение Циньвентяня было по-прежнему очень спокойным. Но теперь его место в сердцах зрителей было уже не такое, как раньше. Чисто золотой цвет, чтобы выпустить его, надо было конденсировать астральную душу 4-го небесного слоя. Его первая астральная душа была с 3-м небесным слоем. Его вторая астральная душа была с 4-м небесным слоем. Это было беспрецедентным за всю историю Императорской Звездной Академии. Циньвентянь был единственным, кому удалось достигнуть этого. Прекратить бой. Голос, сродни грохоту грома, прошел от фигуры в небе, заставляя людей как в бою, так и зрителей, быть разбуженными от этого. Тысячеруки старейшина сузил глаза, как нотки благоговения мерцали в его глазах, и он повелел всем остановиться. Те, кто ослушаются, будут рассматриваться в соответствии с дисциплинарным уставом. Посмотрев на всех в этот краткий миг перемирия, он посмотрел на Циньвентяня, как следы благоговения отразились в его глазах. А выражения Януса и Орачона были весьма увлекательными. Тишина спустились. В центре внимания зрителей был парень, который убил Арфана. Он стал одним из ведущих персонажей сейчас. Глава 48. Результат наказания. После того, как Циньвентянь конденсировал его двою астральную душу, астральную душу грез, он вновь использовал свою технику иглоукалывания для того, чтобы скрыть сияние его астральной души. Однако на этот раз он не подавлял ее сияние слишком сильно, только уменьшил интенсивность излучения Золотой Короны. Циньвентянь думал об этом заранее. Основываясь на авторитете, клан ярудовал в Королевской столице, если он не проявит достаточного таланта, чтобы привлечь внимание старейшин Императорской Звездной Академии, было бы чрезвычайно трудно для него, чтобы в одиночку выстоять против всей Королевской столицы. Он так и не решился выпустить интенсивного чисто золотого сияния астральной души конденсированной с пятим небесным слоем, потому что если его талант будет показан, это будет слишком чудовищным, его противники попытались бы убить его независимо от стоимости. Следовательно, его действия и привели к нынешней ситуации. Я уже сдал экзамен учителю Мошангу в небесном городе Гармонии, и благодаря обещанию Императорской Звездной Академии, я прошел несколько десятков тысяч лет, идя к Императорской Звездной Академии в Королевскую столицу, чтобы зарегистрировать себя. Кто бы мог подумать, что Янус не только удержать мое право получить мой нефритовый медальон Императорской Звездной Академии, но также заставит принять участие в экспедиции, организованной коалицией из девяти боевых академий. У меня не было выбора, кроме как согласиться. В мертвой тишине Цинь Винь Тянь говорил без перерыва. Был только его голос, который эхом расходился через воздух. В экспедиции Арфан и другие собрались и преследовали нас множество раз, чтобы убить меня и Фенли. Им это почти удалось, но, к счастью для нас, Фенли зажег свою предельную родословную, которая позволила нам победить Арфана, меняя роли охотника и добычи. Однако появился Арчон и перевернул черное на белое, говоря, что Фенли и Я хотели убить своих товарищей, и Арчон хотел убить нас. Так вот, я поставил этот вопрос к вам, кто в Императорской Звездной Академии помог бы нам в тот момент вершить правосудие. После этого в очередной раз Арфан и эксперты в области артериального кровообращения, заставляя нас двигаться в запрещенные области в темный лес. К счастью, удача улыбнулась нам, и мы вернулись живыми после нескольких дней. Первое, что мы хотели сделать после того, как спаслись, это вернуться в Императорскую Звездную Академию и завершить регистрацию. Кто бы мог подумать, что Арфан появится и наполнит наши сердца злобой и ненавистью. Добиваясь справедливости, я ударил и убил Арфана. Я все-таки спрошу, что было плохим в моих действиях. В дополнение к его силе, Циньвентянь дал полное объяснение, что произошло в темном лесу. Общественность начала меняться, и некоторые из зрителей начали думать, что действия Циньвентяня оправдались. Нет ничего плохого в том, что он сделал. И по словам Циньвентяня, не только его необыкновенный талант, но и Фенли на самом деле обладал предельной родословной, что создавало еще одного чудовищного гения. Если это так, то Императорской Звездной Академии оставалось только внимательно рассмотреть, какие шаги они хотели бы сделать. Если Императорская Звездная Академия по-прежнему считает меня виновным, я отменю свой статус в качестве студента Императорской Звездной Академии. В конце концов, я должен еще получить нефритовый медальон, поэтому я не могу рассматриваться, как один из ваших студентов. Что касается вопроса о убийстве Арфана, просто относитесь к этому, как будто сюда зашел обычный прохожий, чтобы отомстить. Циньвентянь продолжал говорить. Теперь, что вы хотите сделать? Как звук его голоса исчез, лучистая астральная душа был скрыта. Однако сердца зрителей были еще в смятении, не в состоянии успокоиться. Я, Мошанг, наконец, получив столь выдающегося студента. Если Императорская Звездная Академия хочет выгнать его или сочтет его виновным, я больше не вижу смысла оставаться здесь в качестве преподавателя. Мошанг посмотрел на тысячеруково старейшину, как он равнодушно сказал. Это заставило все давления мгновенно приземлиться на плечи старейшины, поставив его в затруднительное положение. В этот момент он не имел шанса, чтобы наказать циньвинтяня. Если он сделает это, он опасался, что высшее руководство Императорской Звездной Академии возложит всю вину на него. Может быть некоторые из них даже наблюдают события, происходящие прямо сейчас. Думая об этом, тысячеруки старейшина чувствовал себя очень подавленным. Если он не справится с делом, будет много мнений неодобрения. Но, конечно, человеком, который был наиболее подавлен был никто иной, как Янус. В тот момент, когда циньвинтянь проявил свои астральные души, он уже знал, что не было никакого способа, которым циньвинтянь умрет сегодня. Не только это, верхнее управление, несомненно, обратит их взгляд на циньвинтяня. Янусу было глупо обижаться на кого-то с таким чудовищным потенциалом. И там был Арчон, кто безмерно ненавидел циньвинтяня и не мог ждать, чтобы разодрать его на куски. Его проблема возникла из-за того, что он желал задобрить Евукуэ, помогая Евукуэ искоренить влияние. По его словам, это было несложно для выполнения, но Арчон не и думал, что даже его брат умрет вместо циньвинтяня. Однако, не было никого, кто бы сказал, что действия циньвинтяня и Фенли не оправдались, и, таким образом, он ненавидел циньвинтяня. Арчон был безмерно зол, как он объявит это своему клану. Бред. В этот момент Тысячеруки наконец-то заговорил. К всеобщему удивлению, его речь была направлена на циньвинтянь. Какие глупости. Поскольку вы прошли обследование моей императорской звездной академии и пережили экспедицию в темном лесу, как можно не быть студентом моей императорской звездной академии. Тысячеруки старейшина ругал циньвинтяня, как он продолжил. Нефритовый медальон это всего лишь небольшая процедура, ни о чем беспокоиться. Так как вы уже выбрали императорскую звездную академию, это означает, что вы уже студент. Итак, как я старейшина во главе дисциплинарного комитета, это в моей власти наказать тебя. Хотя ты сказал, что это было ради мести, вы все-таки создали такой большой шум, что убили Арфана и опустили репутацию Арчона. Я решил посадить тебя на месяц, и в то же время, я запущу полномасштабное расследование о деле в темном лесу. Если это так, как вы сказали, я буду рассматривать это как личные дела между вами и Арфаном, это означает, что вы не нарушили правила академии. Естественно, если то, что ты сказал ложь, то я, я, я буду. Тысячи руки заикался. Видимо, он не придумал, какое наказание дать. Он немного помолчал, прежде чем поспешно добавив. Мы определим наказание в будущем. Как для вас, пройдемте со мной. И мыфыф. Луахуан руками прикрыла рот, препятствуя ее смех эхом вырваться. Следы восторга можно было увидеть в ее глазах. Это был первый раз, когда она видела, как беспристрастный старейшина был в такой неловкой ситуации. Хотя тысячи руки старейшина на вид ругал Цинь Винтяня, в действительности, смысл его слов был известен всем. Неважно, солгал Цинь Винтянь о событии в темном лесу или нет, потому что не было бы никаких последствий из-за убийства Арфана. Арфан умер зря. Кроме того, старейшина решительно подчеркивал тот факт, что Цинь Винтянь был учеником Императорской Звездной Академии, его намерения были очевидны. Оба Фенли Цинь Винтянь замерли, как следы улыбки можно было увидеть в их глазах. Сегодня они наконец-то выплюнули это оскорбление. Однако взгляд Арчона был столь же раздражающим, как раньше. Толстяк молчал, думая, что если бы они расправлялись и с Арчоном, это было бы идеально. Но, естественно, Жирный только мечтала об этом. Ведь он еще не имел достаточной силы. Философия Жирного для врагов, которые были сильнее его, что даже 10 лет не слишком поздно для джентльмена, который хотел отомстить. Против тех, кто был слабее его, философия была такой, герой не задержит себя в поисках мести. Так, в отношении Арфана, Жирный решил быть героем, но относительно Арчона, Жирный решил быть джентльменом. А что касается тебя, ты будешь заключен в тюрьму вместе с Циньвинтянем так, что вы можете обдумать свои действия вместе. Сейчас, пока Жирный фантазировал про джентльмена, старейшина повернулся к нему и объявил, что Жирный будет также заключен в тюрьму. Фенли пожал плечами и похлопал Циньвинтяня по плечам. Братья должны делиться счастьем и преодолевать горе вместе. Это мой брат Циньвинтянь, так что я Фенли, естественно, будет сопровождать его. Фенли гордо вскинув голову, ответил громко, словно боялся, что никто не знал, что он брат Циньвинтяня. Какой бесстыжий, этот Жирный слишком бесстыжий. Зрители молча ругали его в своих сердцах. Естественно, только Циньвинтянь знал, что, когда двое из них боролись за свою жизнь в темном лесу, он не знал его таланта. Он мог бы выбрать свой собственный путь без врагов Циньвинтяня, но вместо этого он решил придерживаться Циньвинтяня. Хотя Жирный и бесстыжий, он был человеком, который ценил братство. Студенты дисциплинарного комитета повели Фенли и Циньвинтяня, но Мошанг не волновался. В тот момент, когда Циньвинтянь выпустил свои астральные души, он уже предсказал, что это случится. Мошанг бросил взгляд на Януса и его учеников. Нет никакого смысла в их столкновении студентов. Несмотря на это, недавняя сцена была запечатлена в сознании зрителей. В тот же день, дело в Императорской Звездной Академии быстро распространилось по всей королевской столице. Его зовут Циньвинтянь, он такой сильный. Молодые дувушки показывали выражение любви, когда они думали, что парень убил Арфана, не обращая внимания на последствия. Арчон взял с собой труп Арфана и ушел. Ему пришлось быстро вернуться в свой клан, так как старейшины его клана скоро прознают об этой новости. Наказание Циньвинтяня и Фенли было в виде лишения свободы, но место, в котором они были заключены, было чрезвычайно элегантным внутренним двором с благоуханием цветов, насыщающих воздух. Там был даже маленький мост над водой посреди двора. Это заставляло Жирного громко вздохнуть. Было бы идеально, если бы было несколько других симпатичных малышек в тюрьме вместе с ними. Хотя Жирный был чрезвычайно вольным, в настоящее время тысячи руки старейшина был напротив толстяка. В этот момент, перед ними появились несколько фигур, все из которых были с высшим рангом и в академии. Старейшина, я хотел бы попросить аудиенции с Циньвинтянем. Этот запрос не должен быть чрезмерным, так? Темнокожий здоровяк посмотрел на старейшину, делая ему просьбу. Тысячи руки, я гарантирую, что я не отниму у вас много времени. Я хочу просто поговорить с Циньвинтянем. Другой старейшина смотрел на старейшину, как он просил. Глядя на такое множество фигур, появляющихся перед ним, тысячи руки старейшина почувствовал легкое головокружение, как он может не знать о их намерениях. Хотя Циньвинтянь был уже в Императорской звездной академии, он еще не получил его нефритовый медальон, который означал, что он еще не выбрал преподавателя. Хотя Мошанг выдвинулся первым, у остальных еще был шанс на Циньвинтяня и своих фракций. Сволочи. На данный момент заревел взрывной голос, вызывая голоса всех успокоиться, как они повернули головы, увидев черное лицо Мошанга. Хотя различные старейшин чувствовал себя немного смущенно и неловко, увидев Мошанга, они сохраняли выражение праведности на их лицах. Сегодня последний день соревнования, а ведь вы все сюда набежали. Как новые студенты будут иметь возможность выбрать учителя. Прямо сейчас, проректор бушует и орет сверху, так что вам лучше пойти и уладить это. Мошанг холодно фыркнул. После чего тысячи руки старейшина отвел Циньвинтяня подальше, Мошанг быстро обнаружили, что почти все учителя и старейшины Императорской звездной академии также исчезли. Как звук голоса Мошанга исчез, различные старейшины и учителя все удалились, исчезнув в мгновение ока. Старейшина мог только покачать головой в и горько усмехался. По крайней мере, он теперь был спокоен. Он посмотрел на Мошанга и заявил, Мошанг, проректор бушует, будет лучше, если вы побыстрее уйдете. Улыбаясь, Мошанг ответил, о, он в порядке теперь. В любом случае, старейшина позвалте мне встретиться с моим учеником, Циньвинтянем, мне есть что сказать ему. Тысячи руки замер, как он подумал о словах Мошанга и сказал, Мошанг, проректор даже не был в курсе исчезновения учителей, верно. Поскольку ложь Мустанг была обнаружена, он невольно выпустил неловкий смех. Старейшина взглянул на Мошанга, как он ответил, воистину жестоко. Считайте это победой. Хорошо, иди. Глава 49, отпечаток тысячи рук. Следы смеха можно было увидеть в глазах Циньвинтяня, когда подошел Мошанг. Он встал и почтительно крикнул, приветствие учитель Мошанг, сиди. Мошанг взглянул на Циньвинтяня, как улыбка тоже вспыхнула на его лице. Сегодня Циньвинтянь сделал ему большой сюрприз. Циньвинтянь, у тебя действительно есть мужество. Подумать только, что ты посмел убить Арфана перед таким количеством людей. Мошанг продолжил. Клан Ау. Они принадлежат к одной из аристократических кланов и обладают большой силой и властью. Боюсь, что ваше убийство Арфана сегодня обладало высоким значением, и они уже знают о вас. Но учитель Мошанг, скажите мне, будут ли меня убивать или нет? Власть и сила клана Ау остается неизменной. Циньвинтянь, смеясь, ответил. Поскольку Арфан инициировал это, пытаясь убить его в темном лесу, уже не может быть никаких компромиссов между ними. Естественно, Циньвинтянь не ждал пощады от клана Ау, даже если он пощадит Арфана. Так-то оно так, но все равно было чрезвычайно опасно, до того как впоказали ваши астральные души, и ваш талант. Но слава богу, все эти бурные волны временно прошли. Учитывая, как сейчас обстоят дела, даже если клана Ау или клан Е захотят иметь дело с вами, они должны будут учитывать позицию нашей Императорской Звездной Академии. Мошанг смеялся, конечно, ваша личная сила по-прежнему наиболее важный фактор, во всяком случае, от копия в свете дня легко увернуться, но от стрелы в темноте трудно защититься. Если они хотят кого-то убить, будет бесчисленное множество способов для них, чтобы сделать это, не оставляя никаких следов позади. Поэтому будет лучше для вас, чтобы поднять ваше развитие и быть предельно осторожными, когда вы должны будете покинуть территорию Академии. Понял. Цинь Винь тянь кивнул головой. Ах да, я здесь, потому что я хотел дать вам некоторую информацию относительно Императорской Звездной Академии. История нашей Академии, это даже больше, чем история страны Чу. Наш основатель известен как Веридийский Император. Он сказал, что 3000 лет назад оставалась лишь горстка Звездной Боевых Культиваторов. Таким образом, Веридийский Император основал Императорскую Звездную Академию, предвещая новую ару Звездных Боевых Культиваторов. Мошанг продолжил, в настоящее время Императорская Звездная Академия полностью состоит из Звездных Боевых Культиваторов. Высшее руководство состоит из директора, три заместителей директора, девять верховных старейшин, 36 старейшин, а также неизвестное количество старейшин-гостей. И, как и остальные школы, студенты. Студенты Императорской Звездной Академии рассматриваются окончившими только после того, как они вступят в царство Юаньфу. Хотя каждая новая партия кандидатов состоит из нескольких сотен студентов, в большинстве случаев требуется чрезвычайно много времени, прежде чем они шагнут в царство Юаньфу. Таким образом, после того, как любой из выпускников и переходит на эту стадию, они смогут стать старейшиной-гостем Академии и они должны желать этого. Даже все старейшины-гости в области Юаньфу. Цинь Винтя не спугался, власть Императорской Звездной Академии была слишком страшной. Право. Эти старейшины-гости изначально были студентами 36 старейшин. После того, как они закончили обучение, некоторые все-таки желают остаться в Академии для развития. И в таком случае, они берут на себя звание старшего гостя, помогая своим учителям в деле воспитания новых студентов. Ведь в каждой серии новых студентов, только те, кто состоит в топ-30 рейтингового конкурса, будет иметь право выбрать одного из 36 старейшин, как их учителя. Что касается остальных студентов, то они бы учились у старейшин-гостей в рамках одного из 36 старейшин. Конечно, не стоит недооценивать старейшин-гостей. Некоторые из старейшин-гостей уже намного превзошли своих преподавателей в их развитии. Мошан улыбался, как он представлял факты Императорской Звездной Академии Цинь Винь Тиню и Фенли. Они оба слушали. Если в будущем, старшая сестра Луахуан или старший брат Гара шагнул в царство Юаньфу, они могли бы стать старейшиной-гостем у Мошанга. Я еще не принял студентов из этой новой партии. Вы оба, вы хотели бы учиться у меня? Мошанг посмотрел на Фенли Цинь Винь Тиня, наконец раскрывая намерение, зачем он пришел. Цинь Винь Тянь кивнул головой в знак согласия. Всему причиной то, что он приехал в Императорскую Звездную Академию в первую очередь из-за Мошанга. Естественно, он станет студентом у Мошанга. Однако, Фенли Йорзал все его глаза мерцали. Он засмеялся, слегка окольными путями, прежде чем заявлять, босс, я думаю, что 36 старейшин Императорской Звездной Академии будут бороться друг с другом, чтобы принять вас в качестве своих учеников. Почему бы нам не поставить этот вопрос на удержание? Во-первых, мы можем принимать подарки от различных старейшин, чтобы оценить их искренность. Мошанг замер, услышав слова Фенли, глядя на жалкое и бесстыдное выражение на лице Фенли, Мошанг действительно хотел жестоко избить этого жирного. Этот жирный на самом деле хочет вымогать у старейшин средь белого дня, как дерзко. Повернув голову, Мошанг увидел, что Цинь Винь Тянь также улыбался ему, заставляя его ненависть к жирному увеличиться. Он достал две секретные техники из кармана, передавая их Цинь Винь Тяню, как он ответил. Одна из них – это метод культивации, а другая – врожденная техника. Метод культивирования можно считать высшим уровнем культивирования искусства области Юяньфу и является достаточным для поддержки развития на всем пути, пока вы в царстве Юяньфу. Врожденную технику можно считать земного класса, среднего уровня, и по-настоящему раскрыть всю ее силу могут только культиваторы в области Юяньфу. Таким образом, ее довольно трудно культивировать. Возьмите их, пусть они будут считаться подарком. Методы культивирования могут быть отделены от своих культиваторов. Метода культивирования Юяньфу было бы достаточно, чтобы поддержать культиватора в области Юяньфу. Метод развития уровня Небесного Ковша будет в состоянии поддерживать культиватора, чтобы дать ему возможность достичь царства Небесного Ковша. Врожденные методы могут быть разделены на три различных класса и всего девять ярусов. Три различных класса состояли из человеческий, земной и небесный класс, а девять ярусов состояли из низший, средний и высший ярус для каждого из трех классов. Техники человеческого ранга относятся к тем, которые были использованы культиваторами в области артериального кровообращения, в то время как методы земного класса для тех, кто был в царстве Юаньфу. Преподаватель, огромное спасибо. Циньвентянь, без следов вежливости, принял два подарка, как он кричал слова учитель с любовью и страстью, заставляя Мошанга закатить глаза. Но вскоре, даже Мошанг не мог поддерживать его строгое выражение долга, как он разразился смехом. Этот вопрос с Циньвентянем наконец закончился. Кахэм, учитель, как насчет меня? Фенли подмигнул глазами Мошангу. Мошанг взглянул на Фенли, как он громко засмеялся, как для вас, если вы хотите быть моим учеником, я думаю, мне нужно пересмотреть решение. Не делай этого учителя, я знаю, я ранее говорил неправильно. Лицо Фенли тут же сильно исказилось, заставляя Циньвентянем и Мошанг рассмеяться. Этот жирный, он был действительно слишком бесстыдным. Жирный, у меня уже есть подходящий для меня метод развития для себя, поэтому этот способ культивации для вас. Циньвентянь дал метод культивирования области Юаньфу, Фенли, но сохранил врожденную технику для себя. Спасибо. Что за врожденная техника? Фенли любопытно спросил, прежде чем Циньвентянь ответил. Отпечаток тысячи рук. Этот врожденный набор техник очень трудно культивировать, и на пике пользователь сможет использовать тысячу отпечатков ладоней. Это может быть описано только, как землетрясение. Тысячи руки старейшина знаменит тем, что он культивировал эту особую техника, и поэтому получил прозвище тысячи руки. Циньвентянь, тебе нужно приложить усилия и изучить ее. Мошанг на полном серьезе напомнил Циньвентяню. Да, конечно я буду. Циньвентянь склонил голову в знак согласия. Он уже почти полностью освоил нисходящий кулак дракона, а насчет метода культивации. Он обладал методом духовного совершенствования, а также искусством грез. Теперь у него была другая врожденная техника. Отпечаток тысячи рук, и она не может быть лучше. Это нефритовые медальоны Императорской Звездной Академии для вас обоих. Вы оба должны провести этот месяц в лишении свободы с акцентом на самосовершенствовании. После того, как вас выпустили, я отправлю вам своих учеников, чтобы они ознакомили вас с текущими событиями нашей Императорской Звездной Академии. Мошанг удалился вскоре после, в то время как Фенли отправился изучать метод культивации области Юаньфу. Циньвентянь переворачивал страницы руководства отпечатка тысячи рук. С виду, эта особая врожденная техника выглядела очень простой. Есть только пять методов боевых отпечатков. Алмазный отпечаток, отпечаток бушующего моря, отпечаток пустоты, отпечаток одиночества, и отпечаток тысячи рук. Первый боевой отпечаток, алмазный отпечаток, использовал огромную силу и безграничную мощь, воплощение твердости. Два и краткий боевой отпечаток. Отпечаток бушующего моря ссылался на бесконечные волны океанских приливов, использующий с силой еще больший, чем последний, сравнимо с отпечатком тысячи рук. Каждый раз, когда ты используешь его, давление, испускаемое отпечатком тысячи рук, будет сродни тысячи рукой бодхисаттвы, подавляющей небо и землю. Метод отпечатка тысячи рук, хотя имеет невероятную силу, потребляет слишком большое количество энергии. Используя энергию Юань в вашем теле материализуется страшный отпечаток ладони и поражает врагов. Цинь Винь Тянь пробормотал. Эта врожденная техника была мощной, но она расходует слишком много энергии. Метод духовного совершенствования – божественные отпечатки. Цинь Винь Тянь неожиданно подумал о возможной перспективе. Первому уровню метода духовного совершенствования необходим первого уровня божественный отпечаток для преобразования астральной энергии в теле в божественную энергию. В таком случае, если он использует первого уровня ладоньобразный божественный отпечаток, чтобы помочь в преобразовании его энергии, в дополнение к врожденной техникой отпечатка тысячи рук, не станет ли его сила еще более чудовищной? Как он думал об этом, сердце Цинь Винь Тянь задрожал от волнения. В своих воспоминаниях, там действительно был ладоньобразный божественный отпечаток. Такие божественные отпечатки в основном используют для изготовления божественного оружия типа ладони, чтобы увеличить силу атаки. С этой мыслью в голове, Цинь Винь Тянь начал осуществлять свои планы и культивировать с помощью метода духовного совершенствования. Этот метод духовного совершенствования было очень трудным для культивирования, и использовал много астральной энергии. Этого было достаточно, только чтобы вписать божественный отпечаток с использованием большого количества астральной энергии, и после этого, используя некоторые специальные методы, пришлось уплотнять, сжимать и совершенствовать астральную энергию в одну гранулу божественной энергии, храня ее в акупунктурной точке. Продолжительность всего этого процесса была очень медленной, и только после этого, Цинь Винь Тянь постепенно вошел в неглубокий сон, и он культивировал и совершенствовал астральную энергию во сне. В неглубоком состоянии сна, скорость впитывания астральной энергии из девять небесных слоев увеличилась в несколько раз. Скорость всасывания будет возрастать в геометрической прогрессии, если войти в глубокий или забытый сон. Это может компенсировать длительность культивирования с помощью метода духовного совершенствования. Естественно, ему потребуется больше метеоритных камней Юань, чтобы дополнить это. После одного месяца лишения свободы, Цинь Винь Тянь придумал несколько способов, как получить метеоритные камни Юань, чтобы помочь ему в его развитии. Прошло время, Цинь Винь Тянь потихоньку начал понимать суть метода духовного совершенствования, и его скорость увеличилась. Иногда он оставался в спящем состоянии в течение трех-четырех дней, прежде чем проснуться, культивируя во сне. Это, конечно, заставляло Жирного очень скучать, почти до такой степени, что он сходил с ума от скуки. Он хотел быстро закончить лишение свободы, так что он мог выйти и пообщаться с симпатичными студентками Академии. Период времени в один месяц близился к концу, и Цинь Винь Тянь решил спать в павильоне. Астральный свет каскадом спускался вниз, падая на его тело, как он впитывал неуемную астральную энергию. В его звездных меридианах появились пульсирующие комочки астральной энергии, которые были собраны вместе, и он постоянно конденсировал энергию в ладонь образный отпечаток, прежде чем уплотнять и совершенствовать ее. В конце концов, он позволил ей течь сквозь круговые дорожки звездных меридиан и хранить божественную энергию в его акупунктурных точках. В течение этого месяца культивации, Цинь Винь Тянь неустанно культивировал с помощью метода духовного совершенствования, совершенствования первого уровня, и в совершенстве овладел концепцией алмазного отпечатка. В то же время он расширил свои акупунктурные точки, что позволило им быть в состоянии хранить еще большие количества астральной энергии. После тренировки на пике возможного позволило ему прорваться на два и краткий уровень области артериального кровообращения. Очевидно, это было гораздо труднее прорыв на следующий уровень в царстве артериального кровообращения, по сравнению с царством очищения тела. Ему потребовалось время для того, чтобы объединить и собрать астральную энергию. Всего за один месяц емкость его хранения выросла в 6-7 раз, по сравнению со временем, когда он прорвался. Но, несмотря на это, ему до сих пор не удалось активировать два и краткий круговой артериальный путь. Из этого можно увидеть, что разрыв между уровней в царстве артериального кровообращения был весьма большой. Цинь Вин Тянь может победить Арфана из-за слишком большой взрывной силы, что он обладает. Но если бы они вели затяжной бой, он наверняка проиграл бы, потому что количество астральной энергии, которая могла быть сохранена в его теле, была слишком маленькой раньше. Глава 50. Небесный лес нов. Цинь Вин Тянь Айфенли наконец встретил Тысячеруки Старейшина. За последние несколько дней были люди, которые доставляли им пищу, однако Старейшина никогда не появлялся перед ними. Старейшина Цинь Вин Тянь почтительно встал, приветствуя Хаймым. Тысячеруки кивнул головой. Цинь Вин Тянь. Дело в темном лесу уже исследовано. Там был человек, кто готов стать свидетелем и заявил, что Арфан и другие действительно собирались вас убить. Что касается вопроса на арене месяц назад, в Академии уже дали огласку тому, что это была личная обида и не является нарушением правил Академии. Кроме этого, вы в настоящее время занимает последнее место среди новой партии студентов. Оба закончили лишение свободы сроком на один месяц, и можете покинуть это место прямо сейчас. Выслушав слова Старейшины, Цинь Вин Тянь расплылся в улыбке. Ведь было абсолютно запрещено убивать студентов из одной школы в пределах территории Академии, но дисциплинарный комитет на самом деле просто использовали два слова личной обиды, чтобы все объяснить. Это было очевидно, что они показывали приоритет к его стороне. Это Цинь Вин Тянь естественно понял. И кроме того, это не могло даже рассматриваться как наказание. Этот один месяц лишения свободы может рассматриваться только как закрытое обучение. Такой очевидный фаворитизм, даже слепой мог увидеть. Но все же, это была реальность. Пока вы можете показать достаточно высокий талант, вы были бы в состоянии получить больший уровень обслуживания, так всегда. Спасибо, Старейшина. Цинь Вин Тянь поблагодарил его с улыбкой, прощай с ним. После чего, Фен Леон ушли из этого места. Когда они вышли на улицу, белое пятно прыгнуло прямо в грудь Цинь Вин Тяня, и выпуская свой язык, проказник начал лизать лицо Цинь Вин Тяня. Очаровательный силуэт стоял перед Цинь Вин Тянем, и когда владелец очаровательного силуэта взглянул в его сторону, следы флирта можно было заметить мерцающие в ее фигуре. Демоница. Глаза Жирного светились ярким свечением, как он смотрел немигающим взглядом на Луахуан. Ее фигура. Хи-хи. Жирный уже пускал слюни. Старшая сестра Цинь Вин Тянь улыбнулся и шагнул вперед. Луахуан тоже подошла к Цинь Вин Тяню, и обняв его руками, она рассмеялась. Младший брат, ты, наконец, вернулся. Цинь Вин Тянь чувствовал крайне мягкую кожу Луахуан. Он горько рассмеялся, она же не могла так сильно его искушать. В конце концов, ему было только 16, период, когда его гормоны и кровь бушуют. Жирный побежал вперед и собирался обнять Луахуан с другой стороны, как она услышала крик. Старшая сестра. Луахуан взглянула на Фенли и замерла, когда она поняла, что он собирался обнять ее, прежде чем она тихо хихикнула. Старшая сестра, я брат Цинь Вин Тяня. Жирный сказал, как он шагнул еще ближе к Луахуан. Луахуан рассмеялась, как она охотно взялась за руку с Жирным. И в тот момент выражение абсолютного удовольствия появилось на его лице. Лучшие дни Жирного были скоро. Кача Аркх. Жирный вскрикнул в агонии, как он почти упал на землю, схватившись за правую руку, как блеск пота можно было увидеть на его лбу. Когда он склонил голову, Жирный мог видеть только спины Луахуан и Цинь Вин Тяня, которые уходили. Его слезы почти закончились. Они были братьями, но почему такая разница в обращении? Не братья ли должны вместе делить пополам счастье и горе? Босс, подожди меня. Фенли бросился вперед. Оказалось, что в будущем ему придется следовать за Цинь Вин Тянем, чтобы получить объедки его удачи. Императорская звездная академия была несравнимо огромная. Существует дисциплинарный двор, двор старейшин, двор славы и двор студенческого союза. Естественно, там был только один дисциплинарный двор, один двор старейшин и один двор славы, а вот студенческий союз составлялся из групп студентов, которые объединились. Четыре сильнейшие студенческие группы в Императорской звездной академии стали называться Асура, Небесный Демон, Рыцарь и Организации Зеленых Облаков. Кроме этого, есть еще три места крайне важного значения, внутри Императорской звездной академии. В первую очередь, был известен Небесный звездный павильон. Девять небесных слоев звездного павильона было местом, где хранились бесчисленные методы культивации и даже врожденные техники. Второе место было известно, как Зал Астральной реки. В зале Астральной реки была мистическая сила, моделирующая давление, которое звездные боевые культиваторы будут испытывать, когда они будут пытаться конденсировать свои астральные души. Это место может быть использовано, чтобы усилить свои чувства и увеличить их сродство, что позволит им использовать астральное давление, чтобы закалить себя и пробить их пределы, конденсировав астральные созвездия с еще более высоким небесным слоем. Третье место, был известен как Небесный леснов. Это место было огромным, безграничным, с мистической территорией, которая была чрезвычайно таинственной. Пока кто-нибудь входил в него, они вступали в сноподобное состояние. И более того, эта территория была связана со всеми великими боевыми академиями в королевской столице. Императорская звездная академия, Королевская академия, Божественная академия ветра и Академия семи звезд. Небесный звездный павильон, Зал Астральной реки Небесный леснов. Цинь-Винь-Тянь пробормотал в полголоса. Его сердце трепетало в предвкушении, выслушав слова Луахуан. Неудивительно, что Императорская звездная академия была номер один во всей стране Чу, способной заставить молодежь со всех уголков путешествовать. Тысячи миль только, чтобы иметь шанс поступить в нее. Старшая сестра. Что насчет Небесного леса снов? Почему он связан с другими тремя великими академиями? Цинь-Винь-Тянь любопытно спросил. Небесный лес снов изначально был создан чрезвычайно мощной фигурой Императорской звездной академии, кто владел знаниями о мистической территории. Вначале Небесный лес снов прилегал только к Императорской звездной академии, что ее позволило студентам развивать свои навыки посредством боев и сражений без страха смерти. После этого остальные три великих академии умоляли старшего о помощи. В конце концов, старший согласился, потому что он чувствовал, что если еще сильные студенты из других академий войдут в это место, то наши студенты Императорской звездной академии смогут получить еще большую выгоду. Луахуан продолжала объяснять, следовательно, Грозный старший пошел в каждую из четырех великих академий и использовал специальную врожденную технику, чтобы создать огромную территорию, соединяющую все четыре великие академии. Это было для них крайне выгодно. Предыдущие группы студентов получили огромную выгоду, а также повышали их боевые способности с помощью сновидений, что создал старший. Еще студенты с необычайным талантом из других вузов любили бросать вызов нашим студентам из-за небесного леса снов. Сердце этого старшего было очень великодушно, готовое помогать другим, а также приносит пользу нам самим. Цинь Винь Тянь смеялся, так как нет риска смерти в небесном лесе снов, конечно, они постоянно пытаются повысить свои боевые возможности путем дуэли со студентами нашей академии. Следы смеха появились на лице Луахуан, когда она посмотрела в сторону Цинь Винь Тянь, младший брат, не смея недооценивать небесный лес снов. Это заставляет вас войти в состояние глубокого сна, приведя свое тело в альтернативную реальность. Сражения и поединки в нем тратят вашу астральную энергию, и, если вы испытаете ощущение смерти в таком состоянии, наверняка не захотите снова испытать это. Лицо Цинь Винь Тянь застыло, и он медленно кивнул головой. В настоящее время он также культивировал искусство грез, конечно он знал о альтернативной реальности внутри сна, особенно во 2М и 3М уровне искусства грез. На 2 уровне, в глубоком сне, его настоящее тело войдет в сновидении. Если он умер там, ощущение смерти будет поразительно реальным. Это чувство, несомненно, будет очень противным. Исходя из содержания искусства грез, когда он разовьет его до 3го уровня забытого сна, мечты перестанут быть мечтами. Если он умрет во сне, то умрет и в реальности, в небесном лесу снов. Сила погружения должна примерно быть на 2М уровне искусства грез, аналогичный эффект с глубоким состоянием сна. Старший создал эту огромную территорию в целях помощи 4м великим академиям в своей практике развития. Босс, мы должны сначала перейти к 7 уровню небесного звездного павильона, чтобы выбрать какую-нибудь технику культивации или врожденную технику. Глаза Фенли светились ярким светом, как он спросил у Цинь Винтиня. С легкой улыбкой на лице, Луахуан взглянула на Жирного, как она ответила. Потому, что я знаю, ты и младший брат Цинь находитесь на последнем месте, из последней группы студентов. Ваш нефритовый медальон Императорской Звездной Академии по-прежнему в первом классе, что означает, что вам будет доступен вход только на первый уровень в небесном звездном павильоне, в котором находятся только самые посредственные техники культивирования и врожденные методы. Цинь Винтяни Фенли были подавлены. Подумать только, что люди такого калибра заняли последнее место среди этого набора новых студентов. Как насчет Зала Астральной Реки? Фенли спросил. То же самое, ты только на первом уровне. Не говори мне, что мы не можем войти даже в небесный лес нов. Нет никаких ограничений на небесный лес нов. Вы можете пойти туда в любое время. Луа Хуан засмеялась, как она продолжила, я провожу вас обоих до места, где вы будете проживать. А желаете вы пойти в небесный лес нов или нет, можете принять позже. Ладно. Цинь Винтяни Фенли оба кивнули головами в знак согласия. Луа Хуан привела их обоих в место, где они жили. Дома были обеспечены чрезвычайно просто. В результате Фенли вздохнул, как он вспомнил то время, когда они были помещены под стражу. Это было наказание или награда? Все новые студенты из этой группы уже переехали сюда, я боюсь, что там не осталось больше комнат. Луа Хуан слегка улыбнулась, как она продолжала идти. Их усилия были напрасны, все номера, казалось, были заполнены людьми. В конце концов, они, наконец, обнаружили небольшой домик возле корней древнего на вид дерева, который был пустым. Обстановка здесь не такая уж и плохая, нужно только пройтись по берегу, прежде чем вы попадете в небесный лес нов. Луа Хуан рассмеялась. Общежитие для студентов было на задней части небесного леса снов. Это позволяло им войти в небесный лес нов для тренировки. Старшая сестра, а где ты остановилась? Жирный жалобно посмотрел на Луа Хуан. Этот домик был просто слишком ветхим. Хватит мечтать, вы должны поднять ваш нефритовый медальон до 4го класса, прежде чем вы будете иметь право выбрать другой регион для отдыха. Луа Хуан ответила. Работать, как нам увеличить ранг нефритового медальона? Фенли спросил. Это было то, что Цинь Вин Тянь хотел знать. Оказалось, что для того, чтобы пользоваться ресурсами и благами, нужно было увеличить ранг своего нефритового медальона Императорской Звездной Академии. Уровень нефритового медальона определяется во дворе славы. Для новых студентов нефритовый медальон для тех, кто в рейтинге ниже топ-30 на один уровне. С 30го по 4Е места их нефритовый медальон будет повышен до 2 класса. Для трех высших мест их нефритовый медальон будет 3 класса. На самом деле это очень просто, если вы хотите повысить класс с вашего медальона. Все, что вам нужно сделать, это прямой поединок с студентом в топ-30. И пока ваш рейтинг заменяет их, ваш медальон также будет меняться. Однако, если вы хотите поднять уровень своего медальона с 3 ранга до 4 го ранга, вам потребуется сдать 100 метеоритных камней юань 2 го слоя во двор славы. С 4 класса в 5 класс вам будет необходимо отдать 300 метеоритных камней юань 2 го слоя, с 5 го на 6 и краткой класс 1 тысяча, и с 6 классов 7. Стоп! Цинь Винь Тянь воскликнул, как он молча удивлялся сумме. С 5 го на 6 и краткой класс 1 тысяча штук метеоритных камней юань 2 го слоя, они хотят напугать его до смерти. Луахуан захихикала, как она посмотрела на Цинь Винь Тяня, императорская звездная академия, чтобы обеспечить так много людей, как вы думаете, где они берут ресурсы? Как они могут зависеть от старейшин, чтобы обеспечить себя ресурсами? Они, естественно, зависят от студентов. Это хорошая форма обучения, но это слишком жестоко Цинь Винь Тянь промямлил. Жестоко? Луахуан засмеялась. С нефритовым медальоном 6 класса вам будет позволено войти на 6 и краткой уровень в небесном звездном павильоне. Там есть высокого уровня методы культивации ранга юань фу, а также высшего уровня земного ранга врожденные методы, которые стоят тысячи метеоритных камней юань 2 го слоя, что эквивалентно 10 метеоритным камням юань 3 го слоя. Если задуматься, стоимость модернизации медальона вовсе невысокая. Цинь Винь Тянь застыл, когда он услышал слова Луахуан и внимательно обдумал их. Оказалось, что то, что она сказала, было правда. 6 и краткий уровень в небесном звездном павильоне был чрезвычайно полезен для культиваторов в последних трех уровнях области юань фу. Этот специальный режим доступен только в небесном звездном павильоне. Тысячи метеоритных камней юань 2 го слоя действительно не могут считаться большим количеством. Несмотря на то, что он понимал это, Цинь Винь Тянь по-прежнему чувствовал себя несколько подавленным в его сердце. В прошлом, когда он был в небесном городе гармонии, даже метеоритные камни юань 1 го слоя считались драгоценным сокровищем. Метеоритные камни юань 1 го слоя позволяли боевым культиваторам стать звездным боевым культиватор. В дополнение к этому, к этим скудным ресурсам, привыкли относиться как к сокровищам. Но здесь было совершенно по-другому. Не было никакого сравнения. Глава 51 Ассоциации рыцарей. Глаза жирного округлились. Подумать только, что шестикраткий уровень в небесном звездном павильоне на самом деле содержит искусство культивации на пике уровня юань фу. Если это так, то как насчет 7 го уровня, 8 го уровня и 9 го уровня? Старшая сестра, может ли быть, что на 7 уровне и дальше имеется искусство культивации сферы небесного ковша, а также врожденные техники небесного уровня? Луахуан засмеялась. Наша императорская звездная академия существует уже несколько тысяч лет. Это не должно быть слишком удивительно, что тут есть искусство культивации уровня небесного ковша. Но что касается конкретных деталей, я не слишком уверена. Ведь никогда не бывало там раньше. Даже с техниками уровня небесного ковша не было никакой гарантии, что кто-то достигнет царства небесного ковша, просто культивируя их. Критический момент все еще зависел от таланта культиватора. С богатой историей, насчитывающейся несколько тысяч лет, это действительно неудивительно для академии, обладать искусствами и техниками уровня небесного ковша. И кроме того, ты можешь позволить себе стоимость подъема до 7 го уровня? Луа Хуан слегка улыбнулась. Даже если вы не можете попасть в топ-30 рейтинга среди новых студентов, вы могли бы напрямую обменять метеоритные камни Юань, чтобы поднять уровень нефритового медальона. Если у вас недостаточно метеоритных камней, вы могли бы взяться за миссию Дворославы в обмен на повышение класса медальона. Миссия, которая стоит 1-0-0-0 метеоритных камней Юань-2 гослоя, я даже не смею представить себе трудности, связанные с ней. Толстяк пробормотал. Я думал, что Академия даст мне бесплатно метеоритные камни Юань для развития, но я ошибалась так неправильно. Школа предоставляет вам лучшие условия для развития, а также создает конкурентную среду. Если вы не можете бороться за нее, это просто означает, что ты бездарь. Если каждый ученик будет зависеть от Академии на счет ресурсов культивации, Императорская Звездная Академия уже не называлась бы Императорской Звездной Академией. Луахуан засмеялась и ответила, «Ладно, мне пора уходить, наслаждайтесь своим временем здесь». И последнее. В небесном лесу снов запрещается вредить настоящим телам других культиваторов, в то время как их сознание в сновидении. Сказав это, Луахуан удалилась. Были следы нежелания в глазах Толстяка, но он не посмел следовать за Луахуан. В конце концов, он мог только следовать примеру Циньвентеня, и он начал убирать маленький домик, где они остановились. «Мы должны пойти и взглянуть на небесный лес снов?» Фенли усмехнулся и спросил Циньвентеня. «Хорошо». Циньвентян согласился. Он хотел сам испытать таинственный лес. После выхода из дома, они начали пробираться к входу в небесный лес снов. И постепенно начали ощущать, как следы сонливости появлялись у них, заставляя их чувствовать себя немного сонными. Как мощно. Грозная сила старшего, создавшего это место, уже достигла пика в области Юаньфу. Я думаю, что он даже использовал помощь различных массивов и образований, помимо его собственных сил, чтобы создать эту территорию, известную как небесный лес снов. Циньвентян подумал в своем сердце, как он увидел несколько фигур в состоянии сна, лежащих под древними деревьями. Это должно быть его сокурсники, которые пришли, чтобы испытать эффект от небесного леса снов. Там есть красивая девушка с другой стороны. Жирный не удосужился подумать о конкретных деталях. Он взглянув на свое окружение, обнаружил молодую девушку, которая только что вошла в небесный лес снов. Она медленно присела под деревом и провалилась в сон. Под безмолвным взглядом Циньвентяня, Жирный побежал прямо к симпатичной девушке, сел рядом с ней и закрыл глаза. Это заставило Циньвентяня стереть слой пота с бровей. Этот Жирный – просто слишком. Чувство сонливости становилось все плотнее. Циньвентянь пошел в сторону Фенли и тоже закрыл глаза. Очень быстро он вошел в состояние сна. В сновидении Циньвентянь размышлял над его окрестностями. В этот момент он был в городе, в окружении нескольких других людей. Фенли и леди были недалеко от него. Потому что они вошли в лес в той же области, их позиции не были слишком далекими друг от друга, когда они были в сновидении. Привет, меня зовут Фенли. Это ваш первый раз, когда вы вошли в небесный лес снов. Жирный спросил молодую девушку. Нет, я была здесь несколько раз раньше. Меня зовут Шина. На самом деле, я встречала тебя раньше. Вы были настолько впечатляющими, во время рейтингового конкурса. Шина улыбнулась, когда она взглянула на Фенли. В тот день, когда Циньвентяни и Фенли убили Арфана на арене, в результате этот инцидент видели все новые студенты. Это привело к тому, что новые студенты поклоняются на них. О! Жирный показался слегка смущенным, как он робко улыбнулся. Ради моего брата умереть даже десять тысяч раз. Ничего. К счастью, мы прошли этот инцидент без казусов. Я чувствую, что наши судьбы так или иначе связаны. Подумать только, что первая красивая девушка, которую я встретил в лесу, будешь ты. Щеки шины покраснили. Она чувствовала себя неловко, услышав слова толстяка. Хекхи. Циньвинь тянь нарочно кашлянул, врываясь в их разговор. Это было необходимо, чтобы спасти невинную девушку от лап толстяка. Циньвинь тянь. Радость расцвела на лице шины, как ее глаза заблестели. Циньвинь тянь уже стал самой горячо обсуждаемой темой среди новых студентов. Убийство Арфана в тот день, когда он вошел в Императорскую Звездную Академию и Астральная Душа с 4М Небесным Слоем. Это был беспрецедентный случай, что сделало его первым в истории Императорской Звездной Академии, имеющего такие достижения. Как он заметил выражение на лице шины, толстяк смотрел на Циньвинь тяня со скрытой обидой. Как смеет Циньвинь тянь уничтожать зарождающуюся любовь, которая была между ним и шиной? Шина. Не могла бы ты объяснить нам подробнее об этом месте? Циньвинь тянь стал спрашивать и наблюдал за его окружением. Те, кто конденсировали астральные души типа сон или культивируемые техники типа сон, будут в состоянии принести других в их сновидения. Другие, которые были введены в сновидения, по-прежнему сохраняют свои собственные намерения и волю. Так же, как когда он культивирует искусство грез, он знает, что он собирался сделать внутри сновидения, которые он создал. Сейчас было точно такое же правило. Все сохранили свои желания и намерения, но все они зашли в сновидения, созданные грозным старшим. Это была сила царства сна. Правильно. Мы находимся внутри города в иллюзии. Студенты из четырех великих академий появляются в этом городе иллюзий. Ведь сон остается сном. Люди могут поступать здесь, как им заблагорассудится, без ограничений, чтобы сдержать их. Таким образом, город очень хаотичен. Есть кровавые бои. И бой не постоянно происходит, особенно между четырьмя великими академиями. Поскольку они стремятся повысить свои боевые способности. Жестокие ситуации происходят часто. Шина продолжила. Есть люди, которые любят бои просто так. Они обычно ходят вокруг, призывая других. Как нам выйти из сновидения? Цинь Винь Тянь спросил. Если бы это было сновидение, которое создал он, он мог бы покинуть его небольшим намерения своей воли. Но теперь, когда он был в сновидении, созданное кем-то другим, выйти было бы не так легко. Вы видите, то очень высокое здание. Шина указал на высокое здание, что казалось, достигает небес. Немного дальше, там тоже было другой подобной формы здания. Под каждым из этих зданий есть дверь, которая выведет вас из сновидения. С улыбкой. Шина продолжила. Есть и другой способ. Смерть тоже позволит вам выйти с сновидений. Однако, естественно, никто не будет готов умереть для того, чтобы выйти. Босс, вы хотите пойти искать старшую Луахуан? Если это так, то почему бы вам не пойти сейчас? Я буду сопровождать Шину от вашего имени. Толстяк невольно встрял после того, как он увидел, как Шина сосредотачивала все свое внимание на Цинь Винь Тяне. Цинь Винь Тянь посмотрел на Толстяка, только чтобы увидеть, как Жирный подмигивал ему. Видя это, Цинь Винь Тянь молча вздохнул в его сердце. Какой бессовестный человек. Хорошо, я пойду искать старшую сестру Луахуан. Вы идите. Цинь Винь Тянь решил помочь Толстяку один раз и повернулся, уходя с этого места. Шина могла идти только с Толстяком, как они пошли о город иллюзий. Хотя этот город был очень просторным, люди были везде. И борьба может произойти в любой момент. А в этот момент Цинь Винь Тянь нахмурил брови. Его острые чувства сказали ему, что кто-то смотрит на него. Цинь Винь Тянь не делал никаких признаков того, что он заметил это и продолжал беспорядочно гулять по улицам, в то время как тайно направлялся в сторону одного из зданий для выхода. Таким образом, если случится любой несчастный случай, он может быстро выйти из небесного лесоснов. В то же время, как Цинь Винь Тянь почувствовал шпионаж, Фенли почувствовал то же самое. Его глаза сузились, прежде чем он повернулся к шине и заявил Шина. Извини, я должен сделать кое-что, поэтому мне нужно будет выйти. Я сопровожу тебя в следующий раз. Замешательство появилось на лице Шины, но она медленно кивнула головой. Хорошо, но мы сейчас находимся довольно далеко от выхода. Если вы хотите вернуться, вы должны идти в направлении Цинь Винь Тяня. Хорошо. Толстяк ухмыльнулся, как он ушел. В этот момент, появились несколько фигур в различных уголках. Жирный остановил шаги. Зная, что он был окружен, его выражение стало безобразным. Рыцари. Шина вздрогнула. Она увидела, что фигуры были одеты в одинаковом стиле одежды с символикой ассоциации рыцарей на ней. Эти люди были из ассоциации рыцарей, и казалось, что они хотели расправиться с Фенли. Фенли, нужно очень быстро бежать. Они из ассоциации рыцарей. Шина обеспокоенно воскликнула. Фенли мог только горько улыбнуться. Он хотел сбежать, но все эти люди были на уровне развития, который был выше его, так что было невозможно убежать. Члены ассоциации рыцаря подходили ближе и ближе, как их астральные копья материализовались в руках, испуская убийственное намерение. В результате цвет лица Шины превратился в бледно-белый. Они хотели убить Фенли. Далеко на расстоянии было много людей, акцентирующих свое внимание на этом месте. Студенты от Императорской звездной академии знали о Фенли, но они могли только покачать головой и тихо вздыхать в их сердцах. Этому человеку по-настоящему не повезло. Подул ветер, как более десяти рыцарей из ассоциации рыцарей бросилось к Фенли. Сильный ветер, создаваемый их движениями, был настолько мощным, что оно угрожающе разрывал пространство. В такой ситуации Толстяк точно знал, что он умрет. Он закрыл глаза и не делал даже малейшего сопротивления. Аркх. Жалкий вопль, наполненный душераздирающей агонией, разносился в воздухе, вселяя страх в сердца многих, как они посмотрели в том направлении. Многие сильно содрогнулись в их сердца, когда они поняли, что произошло. Его руки, ноги и почти все остальные части тела Фенли было пронизаны астральными копьями. Только пятна остались нетронутыми его сердце и голова. Следовательно, Жирный, кто ожидал смерти, был жив в таком полумертвом состоянии, страдая от агонии, которая была даже хуже, чем смерть. Вы выпускники нашей академии, зачем вы все это делаете с ним? Лицо Шины было бледным, совершенно лишенным крови. Все в этой группе людей были сильными культиваторами, принадлежащие к ассоциации рыцарей. Подумать только, что они будут делать подобное с новым учеником. Ты тоже хочешь попробовать это? Пара холодных глаз посмотрели в ее сторону, испугавшину так сильно, что она не смела говорить, как беспощадно. Зрители были молчаливы. Ассоциация рыцарей была одной из четырех сильнейших объединений в студенческом союзе, но они на самом деле сделали это с новым учеником. Это было очень безжалостное действие. Наверное, это сон? Толстяк стиснул зубы от боли. Кровь обильно текла из его тела. Подняв голову, он увидел фигуру, стоящую на крыше соседнего здания, которая носила одежду из ассоциации рыцарей. Арчон – член ассоциации рыцарей. Глава 52. Гордость номера 1. Заполненный чрезвычайной неприветливостью, острый пристальный взгляд Архана проник через воздух и приземлялся на Фанилы. Он все еще мог ясно помнить стыд, который он чувствовал месяц назад, когда он тянул тело Архана назад в клан, как и пристальный взгляд его семьи. Такое унижение было тем, что он никогда не забудет. Сукин сын, тебе лучше удостовериться, что я мертв. Если нет, я убью тебя рано или поздно. Фанилы усмехнулся, поскольку кровь просочилась из уголков его рта. Это заставило выглядеть его чрезвычайно жалким. А-а-а. Фанилы выпустил еще один крик, даже до того, как звук его голоса исчез. Один из рыцарей прокрутил длинное копье, которое пронзало его тело. Хотя это был всего лишь сон, боли агония были настолько сильны, что они врезались в его кости и запечатлелись глубоко в его сердце. Он хотел умереть, но в этот момент он был даже не в силах закончить свою собственную жизнь. Услышав крики агонии, Цинь Ван Тянь безумно бросился в сторону направления Фанилы. Рядом с ним были несколько фигур, принадлежащих к ассоциации рыцаря, но они не сделали ничего, чтобы остановить его приближение к Фанилы. Фигуры внимательно следили за Цинь Ван Тянь, почти как если бы они намеренно хотели посмотреть, какой будет его реакция, увидев плачевное состояние Фанилы. Когда Цинь Ван Тянь наконец прибыл, все тело Фанилы было уже в крови. Около него дрожала шина. Она никогда не думала, что мыс видений может быть таким жестоким и безжалостным местом. Толстяк. Глаза Цинь Ван Тяня покраснели. Благодаря огромным усилиям, Толстяк повернул голову. После того, как он видел фигуру Цинь Ван Тяня, он усмехнулся. Босс, уйдите с мыса видений и разбудите меня. Не делайте этого. Он страдает от таких ран только в пределах мыса мечты. Если он будет насильно пробужден извне, будут ужасающие последствия. В этот момент несколько фигур появились наверху соседних зданий. Тот, который говорил, не был никем другим, как Лохуань. Ее пристальный взгляд был направлен на Архана. Затем она холодно заявила. Ассоциация рыцаря мобилизовала много сильных культиваторов только, чтобы запугать нового студента. Вы действительно заставили меня видеть пик бесстыдства сегодня. Архан проигнорировал Лохуаня. Его холодные и высокомерные глаза остановились на Цинь Ван Тяне. Он ответил, я только хочу, чтобы вы поняли простую правду. В этом мире талант ничего не значит. Дни в будущем все еще долги, поэтому вам лучше приготовиться открыть глаза и увидеть, какова действительность. Убить. Архан выплюнул слово и, услышав команду, все рыцари безумно бросились в сторону Цинь Ван Тяне. Шумиха. Лохуань и остальные тут же спрыгнули со зданий, и пока прыгали, она смотрела в сторону Цинь Ван Тяне. Запомните. Внутри мыса видений лучшей ситуацией для побежденного противника является смерть. Цинь Ван Тяне обратил свой взор к культиватору, который принадлежал к ассоциации рыцаря и бежал на него. Внезапно он вышел вперед с такой силой, что заставил землю дрожать. Ужасающие копье света, похожие на злобного дракона, вырвалось вперед. Цинь Ван Тянь слегка наклонил свое тело, добровольно разрешая копью пронзить его прямо в сердце. В то же время он обрушил тиранического силу кулака подчинения дракона, используя копье в нем в качестве рычага. Он толкнул копье глубже в тело, чтобы стать ближе к противнику, и его кулак полностью взорвал голову рыцаря. Через минуту Цинь Ван Тянь чувствовал себя умирающим внутри мыса видений. Даже если он умрет, он забрал одного вместе с собой. Ху. В небесном лесу Цинь Ван Тянь открыл глаза, глубоко вдыхая воздух. Его сердце быстро билось. Всего мгновение назад он испытал смерть в пространственной сфере. То чувство, даже при том, что он знал, что это было наваждением, не было похоже, что он будет готов пройти это снова. Сделав глубокий вдох, Цинь Ван Тянь пытался успокоить свое душевное состояние, когда он смотрел на Фан Ле, чье тело сильно дрожало. Его лицо было искажено, отражая факт, что он был в огромных муках. Толстяк. Цинь Ван Тянь сжал обе руки в кулаки. Наблюдая, как сильно Толстяк страдал, сердце Цинь Ван Тяня также чувствовало боль. Ааааа. Толстяк внезапно вскрикнул. Его глаза распахнулись, как только его тело растянулось по земле. Делая на огромные вдохи, его тело продолжало дрожать непреднамеренно. Тот сукин сын. Толстяк восстановился спустя некоторое время до того, как он поднял голову. Его глаза сузились, вспыхнув с холодным и убийственным светом. Ты в порядке? Спросил Цинь Ван Тянь с немного испуганным тоном, когда посмотрел в сторону Толстяка. Не волнуйтесь, это просто сон. Толстяк усмехнулся, пытаясь быть забыть о том, что произошло. Однако холодный свет в его глазах выдавал его. События, которые произошли на мысе видений, были чем-то, что он никогда не сможет забыть. Мы не можем остаться здесь. Сонливость начинается снова. Давайте уедем сначала. Встав, Толстяк и Цинь Ван Тянь быстро направились к выходу. Как вы вышли из наваждения? Спросил Цинь Ван Тянь. Старшая сестра Лохуан убил меня сама. Если бы не это, я боюсь, что все еще был бы там. Ответил Фан Ле. Сегодня Ассоциация Рыцарей действительно преподала нам незабываемый урок. На самом деле, Цинь Ван Тянь кивнул головой. Они оба вернулись обратно в маленький домик и отдыхали. После того, как они покинули свои спальни, они обнаружили, что многие студенты направлялись к выходу в спальный район новых студентов. Быстро Ассоциация Рыцарей столкнулась с Ассоциацией Зеленого Облака. Там будет хорошее шоу. Воскликнул неизвестный студент. Цинь Ван Тянь и Фан Лы переглянулись за мгновение, прежде чем следовать за толпой. Урок, преподанный им ранее Ассоциацией Рыцарей, уже запечатлелся в их сердцах. Через некоторое время они прибыли в район в Императорской Звездной Академии. В окружении толпы людей, два старшекурсника Академии столкнулись лицом друг к другу. Холодная атмосфера повисла в воздухе. Архан. Цинь Ван Тянь сразу же обращается к Архану. Оказалось, что Архан и остальные из Ассоциаций Рыцарей также покинули лес видений. Старшая сестра Лохуань тоже. Перед Арханом были Лохуань и другие. По-видимому, они принадлежали к Ассоциации Зеленого Облака. Цинь Ван Тянь и Фан Лы медленно двигались поближе к стороне, где был Лохуань. Старшая сестра. Крикнул Цинь Ван Тянь. Красивые глаза Лохуань взглянули в его сторону и увидели их обоих. Она улыбнулась, когда посмотрела на Фан Лы. После того, как вы пробудились ото сна, вы до сих пор помните, что испытали. Незабываемо. Это уже запечатлено в моем сердце. Ухмыльнулся Толстяк. Хорошо. Не вините старшую сестру за то, что не рассказала об опасностях леса на вождении. Некоторые вещи лучше поняты после того, как лично их переживешь. Рассмотрим этот урок из Ассоциации Рыцаря. Несмотря на то, что было больно, помните, что вы до сих пор студенты Императорской Звездной Академии. Это только начало. Знайте, что Императорская Звездная Академия это не место для слабаков. Я буду давать вам обоим только некоторую базовую информацию. Что касается остального, вы должны будете понять все сами. Лохуань улыбнулась. Вы ненавидите Ассоциацию Рыцарей? Естественно. Толстяк рассмеялся. Если это так, то подумайте о том, чтобы растоптать их своими ногами. Если вы этого не сделаете, то они растопчут вас, так же, как то, что произошло внутри пространственной сферы мыса мечты. Лохуань продолжал улыбаться, но теперь появились следы мудрости, содержащейся в ее улыбке. Ассоциация Рыцарей действительно впечатляет мобилизуя такую мощную силу, чтобы заманить в засаду двух новых студентов внутри леса на вождении. Лохуань перевела взгляд на членов Ассоциации Рыцарей. В ее взгляде можно было увидеть холодный мерцающий свет, похожий на острые мечи. Ну и что? Ответил Архан, глядя на Циньвань тянив Аньлы с холодным лицом. Он продолжил. Это только начало. Бесстыжая дворняжка. Горный нрав взлетел, как он заорал на Архана. У вас нет права, чтобы говорить со мной. Архан бросил взгляд на гору прежде, чем переместить свой пристальный взгляд на Лохуань. Углы его губ вились в холодные и неприятные улыбки, когда он говорил, конфликты и сражения между Ассоциацией Рыцаря и Ассоциацией Зеленого Облака продолжаются в течение долгого времени. Почему бы не остановиться его и не попробовать что-то новое, решив вопрос раз и навсегда. Что вы имеете в виду? Спросила Лохуань. Наша Ассоциация Рыцарей приняла двух новых студентов. Кажется, что ваша Ассоциация Зеленого Облака приняла тоже. Давайте приведем сражение с четырьмя людьми. Как это звучит? С улыбкой Архан смотрел на Лохуаня, заставляя выражение на лице Лохуаня стать неприглядным. Все знали, что Ассоциация, в которую было принято больше студентов, без сомнения, Ассоциация Рыцарей. Причина была очень проста. Члены Ассоциации Рыцарей принадлежали к аристократическим кланам. С тех пор, как Императорская Звездная Академия была создана, их единственной целью было ухаживать за самыми сильными звездными военными культиваторами, игнорируя все остальное. Единственной вещью, которая имела значение, была сила частного лица, а также его талант. Было много богатых и сильных кланов, находящихся в столице королевства. Однако многие потомки не соответствовали своему аристократическому стереотипу. Фактически, среди них было много элит, которые входили в Императорскую Звездную Академию при помощи ресурсов культивирования. В конечном счете, поскольку число аристократических студентов росло, они постепенно сформировать группу, которая стала основой для Ассоциации Рыцарей. Учреждение Ассоциации Рыцарей заставило Императорскую Звездную Академию быть переполненной порывом аристократического ветра. Это, в свою очередь, привел к рождению Ассоциации Зеленого Облака. Ассоциация Зеленого Облака была составлена из студентов Императорской Звездной Академии, которые чувствовали, что не должно быть ассоциации, которая состоит исключительно из участников от аристократических кланов. Они чувствовали, что Императорская Звездная Академия должна остаться местом, где все, независимо от прошлого, могли расти в мире. Таким образом, четыре больших ассоциации Альянс Студентов, Ассоциация Рыцарей и Ассоциация Зеленого Облака всегда сталкивались лбами из-за их различных взглядов. Фактически, даже прежде чем Ассоциация Рыцаря и Ассоциация Зеленого Облака были созданы, Небесная Ассоциация Демона уже существовала в Академии. Небесная Ассоциация Демона была связью с самой длинной историей. Наконец, была Ассоциация Асура, последняя из ассоциаций, которая будет установлена. Они не могли быть обеспокоены, чтобы заботиться о других вопросах. В их умах культивирование было всем, таким образом, что члены Ассоциации Ассура были известны тем, что они были резки к себе. Обычно они находились в темном лесу, подвергающимися жизненно важному обучению с демоническими животными и использующими опыт познания. Среди четырех больших ассоциаций Ассоциация Рыцаря была самой богатой. С богатствами, что они имели, вопрос для повышения их нефритовых медальонов был очень прост. Поэтому, среди новых студентов, двое из трех лучших оцениваемых людей приняли решение присоединиться к Ассоциации Рыцаря. Это были занявшие первые, Мужун Фын, а также занявшие третьи заняла, Духаа. Уровень культивирования Мужун Фына был на 4-ем уровне артериальной сферы обращения, в то время как Духаа был на 3-ем уровне. Цинь Ван Тяни Фанилы были членами Ассоциации Зеленого Облака. Их уровень культивирования был на 1-ем уровне артериальной сферы обращения. Архан предложил эту идею, потому что их ассоциация Рыцарей обладала подавляющим преимуществом. Силуэты двух фигур вышли из-за Архана. Они не были никем другим, чем Мужун Фыны Духаа. Среди этой новой группы студентов Мужун Фына считали как самого сильного, в то время как Цинь Ван Тяня считали как человека с самым высоким потенциалом. Когда они встретились своими пристальными взгляды, напряженность повисла в воздухе. Я признаю, что с вашим талантом у вас могут быть квалификации, чтобы стоять передо мной в будущем. Но сейчас, каждый раз, когда я слышу ваше имя, упоминаемое на одном дыхании с моим, оно вызывает у меня отвращение. Почему у Императорской Звездной Академии есть столько идиотов? Слова Мужун Фына были произнесены с легкостью, вызвав большое волнение среди зрителей. Победить всех противников легко. Слова первого оцениваемого Мужун Фына, который был одного возраста с Цинь Ван Тяним, было заполнено его собственное чувство недрогнувшей гордости и абсолютного убеждения. Глава 53. Вызов принят. В 16 лет иметь 4 и краткий уровень культивирования в области артериального кровообращения. Во всей стране Чу, такой талант считался пиком гениальности. Мало того, астральные души Мужун Фына не были слабыми. Его первая астральная душа конденсировалась со 2го небесного слоя, в то время как его вторая астральная душа конденсировалась с 3го небесного слоя. К тому же, как и Цинь Ван Тянь, он был чистым звездным боевым культиватором. Он только начал совершенствоваться после того, как конденсировал свои астральные души, используя промежуток времени всего в полтора года, чтобы совершенствовать свое тело и перейти в область артериального кровообращения. Этот тип таланта уже считался очень редким. Не все будут как Цинь Ван Тянь, который использовал астральные ци, получаемые из созвездия родом из 5го небесного слоя в дополнение к использованию чрезвычайно жестокой техники 1000 закаленных молотов, чтобы закалить и усовершенствовать свое тело. Конечно, окончательный эффект будет лучше, более чем в десятки раз по сравнению с результатами нормального культивирования. Намерение Мужун Фына после слов было совершенно очевидно. Возможно, в будущем Цинь Ван Тянь будет иметь силы, чтобы противостоять ему. Но сейчас он не обладает достаточной квалификацией, чтобы даже быть упомянутым в том же самом дыхании, как и он. Те, кто так сделал, были никем, просто дураками в глазах Мужун Фына. Цинь Ван Тянь даже не взглянул на Мужун Фына. Естественно, это было не из-за страха или ужаса. Честно говоря, он не понимал, что исходит от Мужун Фына и не было никакого желания, чтобы узнать это. После всего этого не имело значения, насколько чудовищен был талант Мужун Фына, что же он должен сделать с ним. Но в настоящее время Мужун Фын представлял ассоциацию рыцаря. Поскольку это было дело, то сейчас ситуация была иной. У него было все, чтобы сделать его. Тем более, что не так давно Толстяк был вынужден пройти крещение пытками. Затем Цинь Ван Тянь посмотрел в сторону Толстяка. Я принимаю решение. Фанилы встретился пристальным взглядом с Цинь Ван Тянь, когда задал вопрос. Я поддержу вас независимо от того, какое решение вы примите. Цинь Ван Тянь усмехнулся. Естественно, позвольте нам надрать из задницы. Фанилы улыбнулся, когда бросил взгляд на Лохуань. Старшая сестра, так как они хотят играть, позволяет нам поиграть с ними. Что касается времени, давайте через месяц, начиная с данного дня. Вы уверены? Лохуань посмотрела на Цинь Ван Тяня и на Фанилы. Их противники собирались быть действительно жестокими с ними. Фанилы пожал плечами и рассмеялся. У этого Толстяка меня нет такого количества камней Метеора Юаня. Если это так, я могу только использовать этот метод, чтобы поднять качество моего звездного медальона Нефрита Императора. Студентам, которые заняли первые три места в ранге, давали привилегию поднять уровень их звездного медальона Нефрита Императора непосредственно до 3го класса. Так как это имело место, почему бы не поднять его до 4го класса сразу? Давайте добавим еще 200 камней Метеора Юаня 2го слоя как ставку стороны для этого сражения. Если вы побеждаете, разве вы не были бы в состоянии поднять уровень своего Нефритового медальона к 4го классу? Архан холодно ответил. Выслушав Фанил, его слова заставили окружающих зрителей проглатывать в холодном дыхании 200 камней Метеора Юаня 2го слоя. Для студентов такое количество камней Метеора Юаня было ужасающим. 100 камней Метеора Юаня 2го слоя были достаточны, чтобы поднять уровень Нефритового медальона к 4го классу. Не только для новых студентов, даже Ассоциация Рыцарей считает эту сумму камней Метеора Юаня астрономической. Однако они были уверены, что определенно выиграют. Это было сражение, которое было бы без неизвестности. Исход был уже совершенно ясен для них. Глаза Лохуань сузились. Эта сумма заставила бы Ассоциацию Зеленого Облака стать объектом для большого давления. Мы, Ассоциация Зеленого Облака, все еще в состоянии предоставить ставку в 200 камней Метеора Юаня. Молодежь около Лохуань смеялась. Лохуань кивнула головой в сторону Архана, произнося для начала «Я хочу прояснить». Есть два пункта, к которым я хочу обратиться. Во-первых, Циньвань тянет Аньлы не члены нашей Ассоциации Зеленого Облака. Наша Ассоциация Зеленого Облака вмешалась исключительно потому, что мы не можем видеть, насколько подлой может быть Ассоциация вашего рыцаря. Группа старшекурсников, запугивающих двух новых студентов, как впечатляюще. Во-вторых, эту ставку Ассоциация Зеленого Облака принимает. Если они побеждают, все доходы должны пойти Циньвань тянет Аньлы. Но если они проигрывают, потери мы возьмем на себя Ассоциация Зеленого Облака. В-третьих, Ассоциация Зеленого Облака отличается от Ассоциации рыцаря. Мы никогда не использовали бы благосостояние в качестве источника вербовки. Что касается тех, кто хотел, присоединяются к нам для преимуществ. Мы никогда не будем принимать их, даже если они были кем-то с экстраординарным талантом. Молодежь, стоящая около Лохуань, заметила небольшую улыбку в ее губах. Это была позиция и Ассоциация Зеленого Облака, их собственный путь. По сравнению с Ассоциацией рыцаря, они сильно отличались. Этот мир, в его ядре, был злобным миром, где прагматизм и преимущество управляли всем. Почему они должны были нести эту атмосферу в Императорскую Звездную Академию? Ассоциация Зеленого Облака с самого начала была настроена против этой идеи. Глупцы, Архан и остальные из Ассоциаций рыцаря именно так, свысока, смотрели на членов Ассоциации Зеленого Облака. С их точки зрения, как может быть сотрудничество без преимуществ? Все доверие строится на получении преимуществ. Один месяц с этого времени мыслянем наполняет меня нетерпением. Архан собрал мужчин Ассоциации рыцаря и уехал. Мужун Фэн глубоко уставился на цинь Ваньтяне Фаньлы, поскольку странный взгляд стал просматриваться на его лице, что вселило в вас обоих слепую веру, чтобы принять сражение. Если бы правила не разрешали студентам из одной школы убивать друг друга во время боя были изменены, то это было бы лучше. Духа тоже чувствовал себя странно. После окончания того предложения он уехал вместе с мужун Фэном. Старшая сестра, вы – лидер Ассоциации Зеленого Облака? Цинь Ваньтянь поглядел на Лохуань. В его глазах было удивление. Однако Лохуань покачала головой и рассмеялась. Я отвечаю за вопросы Ассоциации Зеленого Облака, как Архан ответил за вопросы Ассоциации Рыцаря. Лидеры Ассоциации – сферы старшие Юаньфу, которые остались в Академии. Почему вы хотите рассмотреть вопрос о присоединении? Это не важно. В любом случае, с сегодняшнего дня и в прель, мое первое желание в Имперской Звездной Академии состоит в том, чтобы заставить Ассоциацию Рыцаря исчезнуть из нашей Академии без следа. Холодный блеск вспыхнул в глазах Цинь Ваньтяня. Он определенно поставил эту цель. Правда, не имеет значения, присоединитесь вы к Ассоциации Зеленого Облака или нет. Вы, парни, должны хорошо использовать этот месяц. Лохуань слегка улыбнулась. Всего через один месяц они должны были победить двоих из находящихся на вершине рейтинга студентов. Давление было действительно огромное. Время хорошо мне поработать. Фанлы тяжело вздохнул перед высказыванием. Старшая сестра, босс, я вернусь к культивации в первую очередь. Глядя на отъезд Толстяка, Цинь Ваньтяня испытал нарастающие чувства. Ранее он мог сказать, что вопрос сильно повлиял на Толстяка. Даже если не для себя, ради Толстяка, он старался бы изо всех сил увеличивать свою силу в течение этого месяца. Один месяц. Количество времени должно быть достаточным для него, чтобы продвинуться на два и краткий уровень области артериального кровообращения. Что касается увеличения его боевой способности, это должно зависеть от метода обработки духа, а также от врожденной техники, тысячи рук. Оба этих методов требовали, чтобы колоссальные суммы камней метеора Юяня поддержали его в его культивировании. Кажется, что я должен буду совершить поездку вниз в божественный павильон оружия. Цинь Ваньтяня роптал в сердце прежде чем взглянуть на Лохуань. Старшая сестра, мне разрешат покидать академию когда я хочу. Лохуань естественно поняла то, что спрашивал Цинь Ваньтянь. В настоящее время Цинь Ваньтяня скорбил клан Е и клана У, но он был в безопасности в Имперской Звездной Академии. Однако, как только он покинет академию, будет ли он еще в безопасности? Будьте более осторожными. Лохуань улыбнулась, попытайся не дать людям шанс убить тебя. Если они хотят иметь дело с тобой открыто, они должны еще принять во внимание Имперскую Звездную Академию. Лохуань полагала, что когда Цинь Ваньтянь ступил ногой в Имперскую Звездную Академию, его имя уже было принято во внимание Академией. Если кто-то хотел причинить ему вред, они бы приняли во внимание власть, находящуюся позади Цинь Ваньтяня. Правильно. Цинь Ваньтянь кивнул. Он тоже понял, что осторожность не повредит ему. Упорно работай, младший брат. Старшая сестра возлагает надежды на тебя. Лохуань взъерошила волосы Цинь Ваньтяня, заставляя Цинь Ваньтяня улыбнуться. Маленький проказник внезапно появился откуда ни возьмись и прыгнул вверх. Приземлился на плечо Лохуань и начал облизывать ее лицо. Какая развратная собака. Ха-ха, давайте пойдем. Цинь Ваньтяня улыбнулся, затем он повернулся и пошел. Маленький проказник спрыгнул с Лохуань и пошел следом за Цинь Ваньтяня. Человек и животное направились в Академию. Человек наклонил голову, заставляя лучи заходящего солнца упасть на лицо, прежде вспыхивающие в легкой улыбке. Даже в самых темных облаках был все еще луч надежды. Красивые глаза Лохуань скрились от радости и смеха, когда она смотрела на представление спины Цинь Ваньтяня. Оба из ее младших братьев наполнили ее предвкушением. Когда же они засияют, как сияющее солнце? Бесчисленная пара глаз наблюдала отъезд Цинь Ваньтяня. Они задались вопросом в сердцах. Был бы этот человек, первый человек в истории Имперской Звездной Академии, который убьет другого студента, занимающего место турнире. Будет ли он в состоянии победить мужу Нфина через один месяц? Цинь Ваньтяня отправился к Божественному павильону оружия искать Фрэнсиса, у которого было две необычайно хороших новости, чтобы передать Цинь Ваньтяню. Три Божественных оружия, которые он выковал ранее, были удержаны намеренно и продаваться через аукцион после некоторого времени. Оружие вызывало огромную бурю волнений. Божественный отпечаток начертанный Цинь Ваньтянем был назван происхождение Божественного отпечатка. Мало того, что это могло повысить статистику оружия, это имело дополнительный эффект хранения Звездной энергии прежде чем быть развязанным в одном ударе, ловя противников врасплох. Эта способность могла использоваться в моментах опасности и спасти жизнь. Кроме того, было много любопытных оружейников и Божественных инстриптианистов, кто хотел наблюдать эффекты и изучить Божественные отпечатки. Были все привлечены в Божественный павильон оружия, и таким образом, каждый аукцион, который они проводили, затоплялся толпами людей. Второй хорошей новостью было то, что, с тех пор, как разряд Фрэнсиса был поднят, у него был шанс рассмотреть два и краткий уровень Божественного отпечатка, принадлежащий Божественному павильону оружия. В настоящее время Фрэнсис уже прорвался через барьер и вступил в разряды 2го уровня оружейников, повысив его статус. Для Циньвантяня это было чрезвычайно хорошим сообщением, пока Фрэнсис продолжал изучать рунические строки, постигая идеи его происхождения Божественных отпечатков, и используя лучшие качественные материалы, чтобы создать два и краткий уровень Божественное оружие. Цена, за которую могло быть продано оружие, будет, конечно, непрерывно увеличиваться. В то время, даже если бы он хотел поднять уровень своего нефритового медальона к 5-му классу, то это все еще было бы выполнимо. Затем он сможет получить доступ к высшим уровням природных методов врожденных классов. Циньвантянь сотрудничал с Фрэнсисом, когда они ковали еще больше Божественного оружия, передавая их в Божественный павильон оружия. В то же время, в обмен на Божественное оружие, они требовали аванс в камнях Метеора Юяня для культивирования Циньвантяня, в то время как он одновременно изучал и проанализировал происхождение Божественных отпечатков в его памяти. Полмесяца спустя, Циньвантянь и Фрэнсис, наконец, использовал законченную версию происхождения Божественных отпечаток, чтобы создать два и краткий уровень Божественного оружия, передавая их Янчинь. Янчинь был чрезвычайно взволнован. Он немедленно сделал приготовление к аукциону, который будет проводиться, включая маркетинг и рекламу. Распространение новостей вокруг столицы королевства и вызвало большую волну волнений. Что касается Циньвантяня, он изолировал себя и ввел период обучения за закрытыми дверьми. Меридианы, поры и акупунктурные точки в его теле уже достигли предела в своем росте. Это означало, что все, чего ему не хватало, это один шаг, чтобы прорваться на два и краткий уровень области артериального кровообращения. Глава 54. Знакомый человек, старый знакомый, на выбор. В мгновение ока прошли три дня. Настал день аукциона. Хотя это было представлено как аукцион, Божественный павильон оружия в настоящее время испытывал недостаток в места, чтобы провести его. Это была просто их тактика, чтобы завысить цену Божественного оружия. Во время аукциона они показали бы более редкое и драгоценное Божественное оружие, которое будет выставлено на продажу. В данный момент толпы людей затопляли второй уровень Божественного павильона оружия. К счастью, главный зал Божественного павильона оружия был чрезвычайно просторен, поэтому даже если бы пришло больше людей, то просторный главный зал все еще был бы в состоянии вместить их. Здесь собралось много авантюристов и любителей риска в темном лесу. Даже если бы они не смогли получить известный по слухам первый меч, они все еще могли бы поразглядывать витрины в Божественном павильоне оружия. Возможно, нашлось бы оружие, более подходящее для них. И конечно, борьба, чтобы получить первый меч была предпринята многими оружейниками. Гретхен уже прибыла в Божественный павильон оружия. Она отличалась от остальных. Касательно первого меча, она должна была получить его любой ценой. Ей было нужно превосходное Божественное оружие, и по совпадению, она слышала разговоры относительно первого меча, которые заставляли ее сердце биться чаще. Кроме этого, если бы она могла так или иначе получить меч для своего хозяина, Мурина, изучить его, у него был бы шанс проанализировать и переделать суть идеи происхождения Божественного отпечатка. Гретхен сопровождали несколько ее сокурсников. Все они были студентами, принадлежащими Королевской академии. В конце концов, Гретхен, кроме того, что являлась ученицей Мурина, также принадлежала Королевской академии. Фанле тоже приехал сегодня. В течение нескольких дней Циньвантянь не возвращался в академию, поэтому Фанле знал, что Циньвантянь будет в Божественном павильоне оружия. Сделав некоторые расспросы и обнаружив, что в Божественном павильоне оружия сегодня будет выставлен первый меч, он решил приехать и поискать Циньвантяня. Мало того, его сопровождала Шейна. Фрэнсис и Циньвантянь тоже были в толпе. Они с нетерпением ожидали цену, которую предложат за среднее Божественное оружие 2го уровня ряда. Босс Циньвантянь услышал голос Фанле, и поскольку Циньвантянь посмотрел в сторону голоса, он обнаружил, что Фанле объединился с Шейной, которая заставила его расплываться в улыбке. Толстяк, хорошо, что ты здесь. Я здесь только потому, что мне любопытно. Ответила несколько робко Шейна. Шейна очень застенчивый человек, лучше вам не говорить чепухи. Толстяк смеялся, однако она немного интересуется первым мечом. О, Циньвантянь бросил взгляд на Шину, только чтобы услышать ее высказывание. Моя 2я астральная душа. Астральная душа типа меча. Я знаю, что, вероятно, не смогу позволить себе первый меч, поэтому я буду искать здесь другое подходящее оружие. Пока она говорила, Шина переместила свой пристальный взгляд на стену меча в божественном павильоне оружия. Там был божественный меч, висящий там и спускал яркий блеск. Естественно, по его внешнему виду нельзя было сказать, является ли это божественное оружие исключительным или мусором. Можно было погрузить энергию Юэня в оружие, чтобы судить о его качествах для себя. Хороший меч. В данный момент голос раздался из толпы, заставляя обратить на владельца голоса множество пристальных взглядов. Голос был от молодого человека, который держал огромный винный бочонок. Его внешность заставляла непреднамеренно улыбаться людей в толпе. Бессмертный пьющий вино. Откуда вы знаете, является ли меч хорошим или нет, не прикасаясь к нему? Кто-то рассмеялся. Инстинкт. Бессмертный пьяный меч опустил винный бочонок, затем он покачал головой, вы не поймете. Ха-ха. Смотря на поведение бессмертного пьяного меча, больше людей стало смеяться. Цинь Ваньтянь тоже смеялся. Этот парень, он действительно был необычен и интересен. Он – бессмертный пьющий вино. Глаза Шиены мерцали, когда она смотрела на него. Вы знаете его? – спросил Цинь Ваньтянь. Среди десяти одаренных столицы королевства он является третьим. Было бы странно, если бы я не слышала о нем прежде, заявила Шиена. Это заставило Цинь Ваньтяня поразиться. Этот юноша, который так любит алкоголь, была признана третьим среди десяти одаренных. Десять одаренных столицы королевства относятся к элитным молодым людям, чей возраст меньше 20. Они все исключительные. Шиена была несколько удивлена. Третий в ранге – бессмертный пьющий вино. Почему он сделал это? Было чувство, будто он был слишком любезен и добродушен. В этот момент Цинь Ваньтянь только почувствовал, что холодный и пристальный взгляд был направлен на него. Поворачивая голову в направлении пристального взгляда, его глаза сузились. Фрэнсис – это вы. Гретхен никогда не ожидала столкнуться с Цинь Ваньтянем и Фрэнсисом в божественном павильоне оружия. Ранее, после инцидента в городе Гармония Неба, Е-клан передал значительное количество ресурсов для Ассоциации Звездной Рейки. Эти ресурсы побудили Мурина позволять ей уходить в уединение за закрытыми дверями в Звездной Ассоциации Рейки. Во время уединения Гретхен плавно перешла с один гоуровня оружейника и вступила в разряды два гоуровня оружейников, что значительно повысило ее статус в Ассоциации Звездной Рейки. Она вернулась в Королевскую Академию несколько дней назад, и тех, кто были рядом с ней и знали, что она встала оружейником два гоуровня, начал пробовать различные способы, чтобы приблизиться к ней и улучшить свои отношения. Оружейник два гоуровня никогда не должен был бы волноваться о связях и богатстве. Особенно такой молодой оружейник два гоуровня, поскольку у Гретхен еще безграничное будущее. Если бы она позже стала оружейником три гоуровня, то она стала бы фигурой, с которой даже культиваторы круга Юаньфу должны будут быть учтивыми. Божественный павильон оружия обладал несравненной властью в столице королевства. Поскольку у них было несколько оружейников, близко работающих с ними, богатство божественного павильона оружия уже достигло ужасающих пропорций. В этом мире богатство означало ресурсы культивирования. С достаточными ресурсами культивирования, естественно, были бы сильные культиваторы. Хайм и Мым. Фрэнсис холодно фыркнул при встрече Гретхен. Вещи, которые сделал Мурин, были навсегда запечатлены в его уме. Что касается ученика Мурина, она была слишком властной и высокомерной. Двое из вас фактически занимались тем, что придерживались друг друга. Промелькнул холодный блеск в глазах Гретхен, когда она посмотрела на них. Змеи и крысы принадлежали одной и той же дыре. Босс, кто эта женщина? Фанлы посмотрел на Циньвантяня. Бесстыдный пристальный взгляд Фанлы осмотрел Гретхен, от которого Циньвантян тихонько вздохнул в сердце. Пока другая сторона была женщиной, этому товарищу определенно будет интересно. Но, конечно, у Гретхен было свое очарование. Несмотря на это, впечатление Циньвантяня о Гретхен не вызывало ничего хорошего. Циньвантян все еще помнил тот день и высокомерный взгляд, когда Мурин вынудил его пойти в Ассоциацию Звездной Реки. Мурину и его ученику это была честь для Циньвантяня быть приглашенным учеником Мурина. Она ученица презренного человека из Ассоциации Звездной Реки, ответил Циньвантян. Нахал. Выражение Гретхен стало холодным, как смеешь ты оскорблять моего учителя. Вы ухаживаете за смертью? Ты, Нахал. Действительно ли ты боишься принять, что сделал Мурин? Фрэнсис холодно ответил, когда я еще был в Ассоциации Звездной Реки. Мурин силой наращивал мой два и краткое уровень божественного отпечатка. Разве я не прав, что он презренный человек? Гретхен осмотрела Фрэнсис. Она никак не ожидала, что прошлогодний непритязательный, тихий Фрэнсис осмелится оскорблять ее уважаемого учителя, Мурина. Раб собаки, если ты не упадешь на колени и принесешь извинения, ты можешь забыть об отъезде живым. Гретхен направила свой высокомерный пристальный взгляд на Фрэнсис. В ее глазах Фрэнсис был всего лишь рабом, но он фактически смел оскорблять ее уважаемого учителя перед нею. Если бы она ничего не сделала и позволила новостям об этом вопросе достичь ее учителя, который не похвалил бы за такое, это было бы чрезвычайно смущающим для нее. Выражение лица Фрэнсис стало чрезвычайно неприглядным, когда он услышал слова Гретхен. Вся его жизнь Фрэнсис всегда поддерживал и принимал почтительное поведение, имея дело с людьми более высоких классов. Даже когда он был оскорблен или унижен, он все еще приветствовал их с улыбкой. Но сегодня, тот, кто оскорблял его, был фактически девочкой-подростком. Действительно, студент перенимает характер мастера. Цинь Вонтянь воскликнул, когда он опросил Гретхен. Что касается того, какую Мурин сделал мне подлость, слово все еще далеко от того, чтобы описать его. Пристальный взгляд Гретхен перешел Цинь Вонтяню. Она смотрела своими холодными, гордыми глазами. Странная улыбка появилась на ее лице, и она не пыталась замаскировать свое презрение. Я действительно не понимаю, что вселяет в вас веру, чтобы произносить эти слова. Я надеюсь, что вы не сбежите, прежде чем этот аукцион закончится. После сказанного, пристальный взгляд Гретхен устремился на стену мечей. Перед ней, холодный блеск мерцал в ее глазах. Гретхен сопровождали три человека. У всех них в глазах были намеки на насмешки, когда смотрели на Цинь Вонтяня и Фрэнсиса. Эти двое не знают, насколько высокими были небеса. Думают, что они могут так оскорлять оружейника 2го уровня. Мало того, что она была гением в создании оружия, она была также членом клана Гуаня, который учился в Королевской Академии. Босс уровень культивирования девочки довольно обычен, только три и краткое уровень области артериального кровообращения. А что касается трех парней позади нее, два из них на 2м уровне, но с последним будет довольно хлопотно. Он уже достиг 5го уровня области артериального кровообращения. Фанлы прошептал. Если они действительно должны будут бороться, было лучше сначала понять силу их противников, чтобы они могли подготовиться к возможным трудностям. Цинь Вонтянь слегка кивнул головой, поскольку Фанлы усмехнулся. Если мы действительно должны драться, мы оба объединимся и немедленно уничтожим девочку, прежде чем у других трех будет шанс реагировать. Вы закончили? Блестящий свет мерцал в глазах Цинь Вонтянь после услышанных уверенных слов Фанлы. Подмигивая, Фанлы сказал с некоторым удовлетворением, даже вы уже достигли 2го уровня области артериального кровообращения. Что удивительного, что я достиг того же. Несколькими ночами ранее Цинь Вонтянь сохранил тираническую астральную энергию, которую он поглотил, достигая своего предела, но ему удалось открыть его двоекратко и законченный круг артериальный звездный путь Меридиана. В настоящее время он мог сохранять еще больше астральной энергии, и потому, что у него теперь было два законченных пути Меридиана, его чувства, а также его способности к защите и нападению были существенно усилены. Почему ваши слова звучат так, будто вы думаете, что я не могу быть наравне с вами? Спросил Цинь Вонтянь с очевидным любопытством в голосе. Нет-нет, не ошибаетесь, я просто запуталась в собственных мыслях. Толстяк усмехнулся, и его глаза заискрились ярким светом. Еще 10 дней, я так взволнован. Ко мне метеора за 200 юаней. С такой большой суммой ко мне метеора ассоциация рыцаря будет, конечно, почувствует всю боль проигранного пари. Глава 055. Друзья и враги. Цинь Вонтянь не мог дождаться битвы через 10 дней. Сейчас он и Фанлы оба продвинулись до 2го уровня области артериального кровообращения. С небесной родословной огня Фанлы, проблем с духа не должно было возникнуть. А что касается Мужун Фына, то он был большей проблемой. Не только уровень его культивирования был уже на 4м уровне области артериального кровообращения. Цинь Вонтянь не был уверен в том, что Мужун Фын мог обладать другими козырными картами. Поэтому, в течение этих 10 дней, Цинь Вонтянь неуклонно самосовершенствовался. Он хотел усовершенствовать, по крайней мере, половину астральной энергии своего тела в божественную энергию. Только тогда он был бы в состоянии, используя божественную энергию своего тела и средний уровень врожденной техники 1000 отпечатка рук класса земли, противостоять кому-то с 4м уровнем уровня области артериального кровообращения. Проблема была в том, что эти 10 дней Мужун Фын не будет сидеть, сложа руки. Ассоциация рыцаря определенно приложит все усилия, чтобы подготовить его к сражению. Чтобы усовершенствовать так много божественной энергии, Камни Метеора Юяня – это необходимость. У Цинь Вонтяня будет достаточно их после продажи с аукциона первого меча. Сейчас, танцор с саблями двигался в сторону стены мечей. Она повернула свой пристальный взгляд к публике и улыбнулась. Были приняты традиционные правила. Все могут предложить цену на аукционе. Лицо, предлагающее самую высокую цену, получит преимущество, но в конечном счете, решение продать меч все еще зависит от нашего божественного павильона оружия. Я полагаю, что все здесь слышали о первом мече, верно? Минимальная цена будет установлена в 10 Камней Метеора Юяня 2го слоя. Уголки рта-танцора с саблями устремились вверх, расплываясь в улыбке, но внутри ее сердце все еще не преднамеренно дрожало от минимальной цены. Божественное оружие обычного 2го уровня стоило бы приблизительно 3-4 Камней Метеора Юяня 2го слоя, но этот первый меч она не могла вообразить, какой цены он достигнет в конце аукциона. Естественно, для тех, с кем божественный павильон оружия хотел создать более тесные отношения, божественный павильон оружия мог сохранить право продать меч по более низкой цене. Это было их стандартным способом вести дело. Теперь, позвольте аукциону начаться. Танцор саблями улыбнулась. 30 Камней. Спокойный голос произнес из столбы. Старик шел дальше, приближаясь к стене меча. Это, старик Хань. Кажется, что у нас нет и шанса. Много людей ругались тихим голосом. Начальное предложение уже было 30 Камней Метеора Юяней. Эта сумма остановила позади, разбив их надежды в осколки. Этот меч, я действительно люблю его. Однако, у меня есть только 35 Камней Метеора Юяня с собой. Я предложу все, давайте надеяться, что моя удача хороша. Воскликнул бессмертный пьющий вино, когда он приблизился к стене меча. 40 Камней. Силуэты нескольких людей появились около стены меча. Они были никем другим, как Гретхен и ее группой. Цена меча была теперь взлетела к невообразимой высоте. Черт. Я, ваш отец, брат столько опасных для жизни миссий и охотился на бесчисленных демонических животных. Я танцевал со смертью 10 лет, прежде чем я, наконец, накопил свое все состояние, стоимостью приблизительно в 10 Камней Метеора Юяня 2 гослоя. Превосходно. Действительно превосходно. Крупный мужчина выругался, в результате чего многие кивали в знак согласия с его словами. Неравенство богатства было слишком велико. Л. Старик не отец Гретхен. Это, просто фраза, которая часто используется для установления старшинства или превосходства. Цинь Вань Тянь тихо согласился. Это была столица королевства. Здесь, в городе Гармония Неба, не совершали обмена Камней Метеора Юяня 2 гослоя на рынке. Даже один и краткий слой Камней Метеора Юяня копит большие кланы как бесценные сокровища. Обычно Камни Юяня использовались для сделок. Это действительно было неравенство богатства. Предложение Гретхен заставило всех затихнуть. Чрезвычайно важный аукцион не должен был быть засыпан бесчисленными заявками от участников торгов. Иногда, бесценному сокровищу были нужны только несколько ставок, прежде чем оно было продано. Остальная часть аудитории просто служила бы фоном, чтобы выставить участника торгов в большем блеске. Однако у Цинь Вань Тянья, естественно, не было желания действовать как таковой фон. Так как Гретхен была так богата, он, несомненно, использует это в своих интересах и подведет ее. Девушка от клана Гуаня, я слышал, что вы уже прорвались и теперь вы на двоем уровнем оружейника. Этот старик был действительно впечатлен. Я не предложу цену против вас. Приветливо воскликнул старик Хань. Он тоже был на двоем уровне оружейника. Гретхен просто наклонила голову в направлении старика Ханя без намерения благодарить его. В конце концов, число людей, которые хотели льстить ей, было слишком велико, чтобы учитываться. 41 камень. Цинь Вань Тянь шагнул вперед. Намеки и улыбки могли быть заметны на его лицо. Бессмертный пьющий вино почти выплюнул вино, которое он пил, когда он слышал это. Вскоре после этого смех искрился в его глазах. Конечно, он знал, что Цинь Вань Тянь был тем, кто обработал этот меч. Бессмертный пьющий вино мог сказать, что этот товарищ планировал подставить девочку за ее камни Метеора. Гретхен замерла, когда посмотрела на Цинь Вань Тянь ледяным пристальным взглядом. Что за вздорная попытка? Вы предлагаете цену или нет? Цинь Вань Тянь бросил взгляд на Гретхен. 45 камней. Гретхен впивалась взглядом в Цинь Вань Тянь перед озвучиванием предложения. 46. Цинь Вань Тянь усмехнулся, продолжая предлагать цену. Разве вы не боитесь, что первый меч может обжечь ваши руки, если вы получаете его? Говорил один из компаньона Гретхен. Его глаза были заполнены угрожающим блеском. Это не важно. После того, как я выиграю аукцион, я могу отдать этот меч другому культиватору как подарок. Например, я могу дать меч бессмертному пьющему вино. Фактически, не имеет значения, кому я отдам его. Просто у меня есть слишком много камней Метеора Юэня, чтобы экономить. Цинь Вань Тянь пожал плечами. Ты самообладание покидало этого человека. Гретхен повернулась к танцору с саблями. Вы хотите проверить, есть ли у него так много камней Метеора Юэня с собой, прежде чем мы продолжим аукцион? Мисс Гретхен, вы не должны волноваться об этом. Это вопрос моего божественного павильона оружия. Или мисс Гретхен готова потратить все камни Метеора Юэня на вас, чтобы показать всем свое богатство? Если вы хотите, я бы не возражал. Стоя около танцора с саблями, Ян Чинь улыбнулся, услышав отказ. Выражение Гретхен стало ужасным. 50 камней. Холодно ответила Гретхен. 51. Цинь Вань Тянь повысил. 55. Гретхен стиснула зубы. После того, как она прорвалась и стала оружейником 2го уровня, Ассоциация Звездной Реки и ее клан подарили ей много ресурсов, чтобы помочь ей в ее культивировании. В дополнение к ее предыдущим сбережениям у нее были камни Метеора в общей сложности 60 юаней. Но в настоящее время она собиралась исчерпать все свои сбережения только, чтобы приобрести этот меч происхождения. 56. Толстяк усмехнулся, когда он вмешался в план Цинь Вань Тяня. Цинь Вань Тянь бросил взгляд на Толстяка, его улыбка становилась еще более широкой, обладал силой мысли, возложенную на него астральной душой. И в результате он имел чрезвычайно точное суждение и, возможно, выведет что-то из выражения Гретхен. 57. Неприветливым голосом сказала Гретхен, она достигла своего предела. В будущем камни Метеора Юаня были ресурсом, в котором она не будет испытывать недостаток. Но сегодня она скорее умерла бы, чем потеряла лицо. Что касается Цинь Вань Тяня, она позаботилась бы нем после того, как она получит первый меч. 58. Улыбка Толстяка стала еще более сияющей. 60. Гретхен задохнулась. Вся толпа начала шептаться. Она фактически купила первый меч за 60 камней Метеора Юаней. Какая сумасшедшая цена. Она была безумна. Все были безумны. ССС, СССС. Милая леди, вы действительно богаты, я не могу позволить себе больше поднимать свое предложение. Фанлы показал безстыжую улыбку на лице, когда он посмотрел на Гретхен. Гретхен застыла. Она потратила 60 камней метеора юаня 2 го слоя только, чтобы купить божественное оружие 2 го уровня. Даже при том, что меч был необычен, ее сердце все еще кровоточило. Я тоже не могу позволить себе большего. Цинь Ван Тянь пожал плечами и подмигнул толстяку. Точно так же, как он получил камни метеора за 60 юаней. Босс. Толстяк сказал вы знаете, что я знаю взглянув на Цинь Ван Тяня, напоминая Цинь Ван Тяню не забыть о его помощи. Есть ли еще предложение? Танцор с саблями улыбнулся толпе. Предложение, моя задница. Цена слишком высока, я думаю, что просто пойду в один и краткий уровень и выберу оружие оттуда. Кто-то начал извергать в...